Итак, дорогие друзья, всем привет, с вами Блудлинес. Сегодня мы дальше продолжаем играть в Ивахиме, проходим её, это четвёртая серия у нас. Огроменные у нас просто, можно так сказать, разрывы между сериями, но я постараюсь сделать быстрее. Да, получается вот так, как получается, как-то переводится, у нас много игрух сейчас вышли, мы прошлую серию ещё в том году записывали. Но, блин, потихонечку мы, не переживайте, как-то будем проходить, стараться, я не забрасываю прохождение, не заброшу его вообще, потому что игруха просто шикарнейшая. И мы попадаем вот сюда, вот мы попадаем к новой девушке, которую мы видим, это третья девушка, скорее всего, последняя будет из начала вот этой игры. Ну, как нам на превьюхе вообще показывали, как это называется, то, что, ну, в начале, да, как опенинг и тому подобное, там вроде как три девушки было, хрен его знает, на самом деле. Вот, и перед тем, как начнём вообще играть, я хотел бы сказать спасибо большое и с днём рождения, конечно же, Санька, который, ну, день рождения уже, конечно, прошёл, немножко затянулось. Есть поздравление с днём рождения, да, но всё равно я хотел поздравить всё-таки его, потому что этот человек единственный, кто вообще на Ивахиме хоть что-то закинул в донатике. Вот, сейчас очень трудный период, когда у меня, ну, вообще вот, с деньгами очень всё плохо, конечно, и там подобное, но если, конечно, захотите помочь, ну, ссылка, конечно, будет в описании, если, конечно, хотите. Если не хотите, то просто наслаждайтесь, ставьте лайки и там подобное, вот, напишите в комментарии, как вам понравится эта серия, а эта серия просто порвёт вам мозги, особенно в конце, как это всегда бывает в серии. Да, серия будет очень длинная, я надеюсь, вам захочется её досмотреть до конца, если нет, то можете кусками поделить. Вот, конечно, Саня, спасибо тебе огромное, что ты существуешь, расти большой, вот, не будь лапшой, да, и хочу сказать, что, ну, будь таким вот, как вот игры Рюкши, которого мы проходим, да, такие же офигенные, замечательные и с загадкой. Главное, ну, пенис есть, ума не надо, да, вот, что, так, ладно, всё, короче, мы, давайте начнём переводить, вот, с помощью моей искрящейся магии я сделаю ваши дома безупречно чистыми. Может быть, где-то иногда я буду чуть-чуть неправильно переводить, потому что, реально, от перевода дохренища. Я, чистящая принцесса волшебной Лилии, воспользуюсь своей слепительной магией, чтобы сделать всех счастливыми счастливыми. Ребята, я, волшебная Лилия, принцесса Чистиландии. Все мои друзья, сегодня приходите ко мне домой. Вообще, странная такая девушка, да, и типа, что вообще происходит, непонятно, но вы скоро всё поймёте. Один из вас, мальчиков, может быть тем, в кого я влюблюсь, и я так нервничаю, я даже не знаю, что же мне делать. Но разве у тебя действительно есть, эм, но разве у тебя есть друзья в твоей комнате, когда в ней такой беспорядок? Ну, ох, нет, ты прав, такого не может быть. Что же мне делать, они же будут тут через час. Типа, друзья, да? Расслабься. Теперь у вас есть шанс применить ощущающую магию, которую вы научились... Эм, я не знаю, как сказать. Эм, магию, которую вы научились... Эм, а, типа, вы можете применить эту магию. Сделайте свою комнату чистейшей до блеска. Пожалуйста, люди из Агиоши Культурной Плазы, дайте мне свою силу. Лили, Лили, Лили Чан, не знаю, Лиля, короче, ее зовут Лиля. Это заклинание убирает все ваши игрушки, помните, как я вас учил? Помните, как я вас учил в прошлый раз? Давайте практиковать это вместе, да, волшебная чистота. Я, когда проходил и вторую девушку увидел, я так проникся ей, что я думаю, когда третья девушка появляется, я такой, чё, она вообще какая-то... Ну, блин, теперь к третьей привыкать и тому подобное, почему вообще девушка третья? Короче, если кто-то не помнит, что происходило в прошлых сериях, советую вам посмотреть, потому что полный там звездец. Игры Рюкши нельзя пересказать, их надо только смотреть. Если вы не помните, советую просто взять и проклацать, проперематывать и тому подобное, так как всегда идет как в чайках, как в цикадах, перемотка, перемотка, перемотка. Что за херня, непонятно. Типа, непонятно, короче. Так, ну что, так, я чувствовал, как все на меня смотрят, когда я шла. Раньше я это ненавидела, но сейчас уже не так сильно. Ну, в эти дни, типа, все нормально, да? Так, в глубине души мне хотелось подмигнуть каждому из них, но, извините, школьные правила и все такое. Короче, я другими словами скажу, она популярная девушка, которая где-то выступает, и она приходит в школу, в которой учатся, скорее всего, ну, наши сусухары и тому подобные люди. Прошло много времени с тех пор, как я вступила в LCCC. Я не был там с тех пор, как приняла решение пойти в цветочную высшую школу. Кстати, вот это вот Flower Hide, это просто вынос мозга. Когда я переводил, я думал, что она реально в цветочной высшей школе. Нет, друзья, она не в цветочной школе и не в высшей школе, уж тем более. Это название группы, просто группы музыкальные. Об этом нигде пока не скажется. А скажется оно хрен знает через сколько, и вы даже, как сказать, вы даже просто-напросто об этом даже не будете думать и подумаете про школу, реально. Ладно, несмотря на это, мне казалось неправильным, что я возвращаюсь только тогда, когда мне что-то нужно от них, вот как сегодня. Типа от наших, наверное, LCCC, ну, короче, этих членов этого клуба. Что ж, раз уж я заглянул, а то нужно использовать эту возможность. LCCC это собирается в пустом классе возле лазарета. В лучшем случае там будут Минобе, Харуми и Мисс Кинагата. А, это голос парня был только что? Ну, я думала, в LCCC нет парней. У меня давно появилось странное чувство, как будто бы должно что-то случиться новое и прекрасное. А вот и наши персонажи все. Внутри были двое парней, девушки из LCCC, перебирали товары на продажу. Знаете, потихонечку мы, видите, потихоньку мы собираем нашу команду. И в прошлых видосах говорилось о том, что тут, как бы, эти девушки, парни и там подобное. Ну, они, то есть, есть вот это вот, еще то и не хватает сюда, то и это вот это, которая черноволосая такая. Привет, давно не виделись. О, Ририя. Рия-чан. Эй, давно не виделись, ты как всегда, занятая пчелка. Да, но я не жалею об этом ни на минуту. То есть, она, короче, занимается чем-то, видите, рекламой какой-то или там подобное. Она рекламирует порошки стиральные или хреново знает, да, типа моющие средства. Один из парней недоуменно смотрел на меня, а у друга глаза расширились до размера блю... блюдцев. Блюдец, блюдцев. Мы все уставились друг на друга, ясно думая, кто ты? Но по цвету их формы я могу сказать, что они юниоры. Ну, короче, юни... Ой, подожди, юниоры, другими словами, они были моими одноклассниками, старшеклассниками, хреново знает. Тогда пора прибегнуть к манерам. Позвольте мне представить их, Нунакава. Это двое парней, которых мы так давно хотели видеть в этом клубе. Очень приятно познакомиться, меня зовут Ририя Нунакава. Что ты сказала? Ририя? Эм? Ририя Курусу? Это Ририя, ты серьезно? У-у-у-у-уу-у-у-у! Пиздец. Курусу, ее синический псевдоним, ее настоящее имя Ририя Нунакава. Курусу. Ага, видите? То есть она знаменитость какая-то. Я слышал слухи, что ты ходишь в нашу школу, но я никогда не думал, что они настоящие. Господи, озвучка этого нацию... Нацию просто офигенная. Я думаю, что Ацута сломался. Погоди, ты большой поклонник Ририи Курусу или что-то подобное? Раньше я всегда осмотрел уборку принцессы волшебной лилии в начальной школе. Я был твоим фанатом целую вечность, пожалуйста, позвольте мне пожать вам руку. Я была очень рада услышать, что он меня знает. Так что мне пришлось вознаградить его за энтузиазм. С моей сиящей магией я сделаю все в твоем доме скрипучи чистым. Я чистящая принцесса волшебной лилии. Воспользуюсь своей слипительной магией, чтобы сделать тебя счастливым, 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 короче. Пиздец. Я представляю, как он это озвучивал. Он прыгнул вверх-вниз, создавая странные звуки. Раньше я думал, что такие люди, как он, мерзкие и непочтительные. Но в конце концов я поняла, что именно из-за таких, как он, я могу сиять. Типа, ну, короче, быть популярным, да. При этом познакомиться я Риле Курусу. Как тебя зовут, мистер? О, фух, я Натсуя Ацута. Ого, красивое имя. Ты хочешь быть моим старшим братом, Натсуя? Оооо. Ух, ты меня пугаешь, Натти, Нэти. Он действительно большой поклонник Лилии, поклонник Лилии, да? Волшебная Лилия сказала мое имя. Ааа, замечательно, замечательно. У него почти началась пена изо рта от радости. Хе-хе, я была так рада, всегда лучше было дать этим людям того, чего они хотели. Похоже, ты довольно знаменитая Нунакава. Разве ты не слышал об уборке волшебной принцессы Лилии? По телевизору все время крутили. Короче, реклама, да? С моей сияющей магией. Я сделаю все в твоем доме, скрипучи чистым. Ты никогда не слышал об этом, Сусухара? Извини, я мало смотрю телевизор. О, нет! Великий Сусухара не знает о волшебной Лилии, как нехорошо. Мне было трудно общаться с людьми, которые мало смотрят телевизор. Но в каждом из них был потенциальный поклонник, и переобразовать их было очень трудно. Отлично, я бы сделала все, чтобы он попался на мои чары. Привет, мистер, я Ририакурусу. Курусу, скажи мне свое имя, и ты стоишь и станешь моим старшим братиком. Я Сусухара, приятно познакомиться. Курусу? Опа, все, свет вырубили. В тот момент, когда наши взгляды встретились, казалось, что кто-то выключил свет, и мир перевернулся. Начинается, только серия началась, а уже пиздец какой-то происходит. Мы думаем, были одни в темном мире, полно падающего черного снега. Казалось, будто бы мы были единственными там. Я никогда раньше не чувствовала себя так, встречаясь с другим человеком. Мне потребовалось все, чтобы скрыть свое недоразумение. Но яркая улыбка Сусухары никогда не угасала. Разве он не видит этот мир? Или это все потому, что он видит его? Что происходит? Она тоже знает этого Сусухару? Короче, у меня очень много вопросов и очень мало ответов, но... Подумайте, да? С этой девушкой тоже какая-то херня происходит. Или это не с девушкой? Но сейчас мы видим от ее лица, и она видит тоже этот падающий снег. И там подобное? Что? Кто? Кто ты? Я только что сказал ему, что меня зовут Ририя Курусу. Что он имеет в виду? Был ли это философский вопрос, или за этим стоит какая-то... Злоба? Так. Однако в ее глазах ничего не было такого. В этом тихом мире черного снега это совершенно... Подожди, сейчас. В этом тихом мире черного снега это совершенно нервировало. Эм, я... Ну видишь ли... Блин, я теперь понимаю, почему она так говорит, капец. Ну видишь ли, на работе меня зовут Ририя Курусу. Ну, в школе я известна как единственная неповторимая Ририя Нуно Кава. Это очень легко понять, почему она так говорит, потому что... Ну, когда вы дальше посмотрите, поймете. Я старалась уловить его настроение в меру своих возможностей, но выражение его лица нисколько не изменилось. По какой-то причине, это причинило мне боль... Больше всего на свете. Нет, подождите. Почему я так взбесилась из-за обычного приветствия? Другими словами, Нуно Кава мое настоящее имя, а Курусу мой цинический псевдоним. Если это слишком сбивать с толку, я была бы счастлива, если бы ты просто звал меня Ририя. Хорошо, понял. Спасибо тебе. Ты странная девушка, а? Эти слова были слишком обидными, и их было достаточно, чтобы заставить меня чувствовать себя совершенно неуверенно. кем был этот парень. Опа, и музыка такая резкая. Сузухара, почему ты не можешь звать ее по имени? То есть... А, почему ты можешь назвать ее по имени? Я так завидую, я тоже хочу назвать ее Ририя. О, пожалуйста, ты можешь делать то же самое. Ририя. Я даже не буду это озвучивать, потому что это идеально просто, это идеальная озвучка. Я знаю, что это твоя работа и все такое, но должно быть очень тяжелое дело со всеми этими типами людей, Лириан. Мне нравится делать что-то для своих фанатов. Ририя такая милая, да? Я бы хотела переродиться такой же милой, как она. Я думаю, ты такая милая, как и она, Кика. Теперь это было то, чего я не могла допустить. Мое мнение было принято, это было испытание, которое мне вручили в моей новой жизни под именем Ририя Курусу. Знаете, поначалу кажется, что она типа такая чсв-шная, типа, и... Типа, вот, меня не знает какой-то парень, ну все, капец. Но в итоге нет. Даже не думайте об этом. Запомнив мои слова, Сусухар, я сделаю тебя своим поклонником. Я решила, что заставлю его это принять, понравится это ему или нет. У меня не было бы шансов на успех в цветочной школе, если бы я не занималась таким. Знаете, не цветочной школе, а Flower Hight. Давайте так я буду говорить, Flower Hight, потому что это не цветочная школа. Да, переводится она как цветочная школа, но это группа, опять же, я скажу. Что за группа, узнаете дальше. Так в чем дело? Я нашла время, чтобы появиться между всеми этими практиками, ну типа тренировками там. Ну, я думаю, что в воскресенье ЛЦС чем-нибудь занимается, будет заниматься. О, как ты думаешь, ты сможешь помочь нам? Да, собственно, у меня будут брать интервью для статьи. Тема в нем, как Ририя Курусу проводит свое воскресенье. У меня был интерес к общественным работам с тех пор, как я играл принцессу, вот эту вот чистящую принцессу или принцессу Борки, не знаю, как там сказать. Хотя я также делаю это, чтобы создать свой образ чистосердечного айдола. Однако, мероприятие ЛССС проходит по воскресеньям, поэтому это отлично подходит для интервью. Я бы не получила это... Получила... Я бы не получила за это плохой карм или еще чего-нибудь, верно? Типа она их использует, чтобы получить... Ну, чтобы показать, что она такая, типа, прилежная там и тому подобное. Только я не видел ее до этого. Надеюсь, она до этого хотя бы тоже помогала им или так чисто? Отлично, в следующее воскресенье мы будем убирать храм и ваймотом. Что ж, в таком случае я бы хотела присоединиться к вам. Уборка в храме? Отлично. Это сделало бы хорошую рекламу. Воу, отлично! Я так рад, что ты присоединился с Калсатсатсай или как он там называется? Не могу поверить, что мне удастся очистить храм среди Кирусу с чистящей принцессой волшебной Лилией. Нэти, мы выше вернем тебя, если ты продолжишь грубить по этому поводу. А, типа... Типа она будет очищать, она же принцесса уборки, да? Нет, это было бы слишком неприятно. Пресс. Пресс. Не называй меня пресс. Пресс это, типа, президент, наверное, имеется в виду. Пресс. Презерватив? Хехех, ну, с Лунакавой дела будут... Ну, с Лунакавой, короче, типа, будут лучше дела обстоять, да? Если к нам приедут репортеры, мы тоже должны сделать все возможное. Я тоже буду в кадре, мне стоит пойти в салон красоты. Не думаю, что камера будет фокусироваться на нас. Кого волнует эта камера? Я просто счастлив, что могу дышать одним воздухом с ней. Что ж, я думаю, было бы лучше быть более презентабельным. Не хочу причинять Лиане проблем. Ты права, я должна выглядеть красиво и мило, и быть счастливой. Счастливой, счастливой, когда мы будем убирать. Никогда не знаешь, когда и где будет у тебя шанс дебютировать в качестве айдола. Ваша красивая внешность может привлечь внимание фотографа. Прекрасная учительница открыта, шокирующий дебют прекрасной дамы кумир. Ой, но учитель не может жить двойной жизнью. Ах, да, что же мне делать? Хи-хи-хи. Типа опять она надумывает, придумывает себе Ладно, мою хин, я думаю, ты слишком размечталась об этом. Это неправда. Я и даже небольшая возможность может привести вас к большому прорыву, говорит Рири, Многие люди в индустрии дебютировали с очень маленьких вещей. Ты думаешь, у нас есть шанс в это воскресенье? Если честно, я ненавидела поощрять неизбыточные мечты. Это звучало так, как будто бы они все веселились, поэтому я не стала разрушать их мечту. Ладно, увидимся там. Уже уходишь? Извините, у меня уже урок танцев. Видите, как бы урок танцев и типа какого хрена она вроде бы просто-напросто человек, который снимает рекламу, типа танцы. Я вижу, ты как всегда занята, а я сама вот так вот по себе а, ведь я так по себе скучаю. Нахрена ее было в клуб брать, если она как она называется, если она ну занята постоянно. Это потому, что танцы выше цветочной школы, блин, ну вот этот Flower Heights не из этого мира. О, понял, я понял, вот почему вы не можете пропустить ни одного урока. Да, чтобы так танцевать, нужно много практики. Удачи в тренировках. да, я сделал все возможное для тебя, мой любимый, дорогой братик. Эти слова заставили бы сердце любого мальчика биться быстрее, но Сусухар оказался лишь смущенным. Казалось, мне придется преодолеть разрыв с ним еще немного, прежде чем я подберусь к его сердцу. Новая пока девушка пришла и не успев она появится, она уже к Сусухаре сразу лезет, сразу, моментально. удачи с практикой. Скажи, что я твой дорогой милый брат. Извини, я делаю это лжение только для настоящих джентльменов. Я подмигнула ему. Он почти чуть не потерял сознание от этого. Хотела бы я сказать то же самое с Сусухаре. Он должен быть, он должен был жить под камнем или не увлекаться вообще никогда девушками. Это была единственная причина, по которой мои чары не сработали на него. А может быть он просто ейочек? А что это с высшая школа цветов, о которой вы упомянули? Это имя айдола, в честь которого является Лилия. Вот. Когда она перестала быть чистящей принцессой, или принцессой ворки, не знаю, она временно ушла из жизни айдола. Ну, о чудо, она была представлена как ученица высшей флауэрхайт школы вот этой весной. Магическая Лилия вернулась в город. Назад в город. Это так здорово. То есть она была короче принцессой чистящей принцессой вот этой в рекламе или тому подобное. Ну, короче, образ у нее такой был. И теперь она во флауэрхайт сделает. Ну, как вы сами понимаете, танцует, походу, наверное, может, поет там. О, я тут подумал про настоящую, а я тут подумал вот про настоящую высшую школу. Я тоже подумал, я когда переводил, думал, какая высшая школа, почему она там учится, и почему она тут в клубе, что за бред? Ой, там, наверное, нет места для учителя. Лол. Знаешь, наши дни у них отряды айдолов. В начальной школе наши дни у них отряды айдолов. Может быть, через одно или два поколения и на вас будет спрос Маюхин. Вау, это впечатляет. Ты поешь Будакани или что-то типа такого? Это, наверное, группы какие-то. Сейчас, в основном, мы... А, это не Будакан, это... Это совсем другое сейчас. Сейчас, в основном, мы выступаем в музыкальных клубах, хотя я бы... Определенно хотел бы добиться успеха, чтобы когда-нибудь спеть в Будакане. Будакан, это открытая арена в центре Токио. Вот. Я слышал, что Акибе Мусумы и Мамойра Клабер были перед этим... А, там были, да? Если это что-то значит. Это были высшие лиги и мы не могли соответствовать им. Люди, которые знают только базовые вещи действительно нервируют. То есть, он сейчас назвал, короче, чуть-чуть лучше Акибе Мусумы и Мамойра Клабер это какие-то походу группы, я не знаю, и тому подобное. И она, ну, как бы не дотягивает до них, да? Но даже в этом случае я не могла ослабить все свои усилия по обращению таких людей в своих фанатов. Я бы заставила Сузуму, Сузухару влюбиться в себя, даже если бы это было последнее, что я должна сделать. Вот такие дела. Кто такая Ририакурусу? Знаменитость? Ты не знаешь, Сузухара, раз ты не должен быть великим. Разве ты не знаешь очистящей принцессе магической Лили, о которой показывались только по телевизору? Извини, я мало смотрю телевизор. Но я слышал об Акбе Мусуме и Мамойра Клабе. И не надо сравнивать ее с этими громкими именами. Фишкой школы Флауэр Хайтс является тема минимализма, основанная на айдолах с открытыми сердцами. Не знаю, что ты подразумеваешь под минимализмом, но я думаю, что, короче говоря, она не такая популярная, она разве не такая популярная, а как Акбе Мусуме. Мисуме. Никто никогда не начинает с огромных успехов. Это эпоха, когда люди переходят от ничего, от ничего к величию с помощью своего рта. Нельзя просто сравнить нас с этими типами, просто потому, что у них были деньги и они типа развивались по-быстрому. Короче, Ририя с ума сходит уже потому, что, видите, ее сравнивают, короче, и тому подобное. И типа она не такая популярная. Боль, боль. Короче, задел ее Сусухара жестко. Я с... Так. Я сел в своей постели, чувствую себя... Знаете, когда мы проходили первые главы и когда мы будем сейчас читать эту, я просто теперь вообще не понимаю, что происходит, потому что там я еще хотя бы хоть как-то мог понимать, куда тянется сюжет, но тут у вас поедет крыша просто-напросто серьезно. Я сел в своей постели, чувствую себя так, словно я наорала на Сусу-му Сусухару, которого тут даже не было. Он был прям в моих... Не знаю, как это говорить? Снах или мечтах. Ну, вы поняли, да? Вот эти вот Дримс. Везде Дримс это имеется в виду. Как будто он в моих мечтах был, не знаю, в снах. Бля, не знаю, как сказать правильно. Ну, вы должны понять, о чем я говорю. Мне даже казалось, что он кружит на моей кровати и смотрит на меня сверху вниз, издеваясь надо мной. Ох, что не так со мной? В моей работе неприятные, неприятные комментарии не были редкостью. Многие говорили, что мы уже прошли свой... Ну, наше время прошло. Типа прошло уже мода на это. Но в этом случае Сусухара не имел ничего плохого и это его делало более ручным для меня. Он сказал, что не смотрит телевизор, так что, вероятно, ему не интересна индустрия развлечений. В самом деле, вы бы не смогли выжить в таком бизнесе, если бы реагировали на каждое слово любого человека, но... Типа то же самое, как в Ютубе, да? Тебе написали какой-то комментарий говняный, и ты типа начинаешь там бомбить уже не спишь ночью и там подобное. Серьезно, что же со мной такое? Я закричал в темноту, вспотевши, не в силах различить сон и реальность. Кстати, такая же фигня не только с Ютубом и не только с такой фигней, а также и в реальной жизни. Вам что-то такое сказать, что заденет вас настолько сильно? И вот опять же, я опять же думал, что она слишком чесвешная, но... Тут будет очень жестче все крыться. Как бы все куда глубже, все куда более жестче. Моя пижама была грязной и липкой. Опять же, смотрите, грязной и липкой. Почему моя кожа типа прилипала на кожу и там подобное? Мои волосы тоже были в беспорядке. Честно говоря, ничего не казалось правильным. Как у всех них, почему-то они все липкие, мокрые, потные, непонятно, что за херня? В конце концов, я все еще не могу выбросить Сусухару с головы. Было ли это потому, что меня расстроили его невинные, но невежественные комментарии? Нет, наверное, нет. Может, это потому, что он не знал меня или не знал, что я знаменитость? Это звучит немного неправильно из-за того, что я могла сказать, он был в моих мыслях с тех пор из... Подожди, я не могла сказать, типа, но он был в моих мыслях с тех пор, как мы впервые встретились. Любовь? Это не могло этим быть. В нем не было ничего особенного, чтобы я влюбилась в него. Опять сразу любовь, моментально, как и Сусухара думал, что он любит ту девушку, да? Ну, как ее зовут? Вторую нашу. По какой-то причине Судзуму, Сусухара просто отказалась покинуть мой разум. Или, подожди, Тойя, он влюбился в Тойя. Какой-то бред вообще, да? Типа, неужели тут просто будет про любовь и тому подобное? Не, неужели Люкши такое придумали, да? Что с этим парнем? Моя голова оставалась туманной даже после того, как я приняла душ. Что он просто, что он просто подумал, что я никто, все дело в ауре. Кроме того, в наши дни, неужели никто не смотрит телевизор? Или есть те, кто не смотрит телевизор, да? Я пыталась ненавидеть его, поскольку не понимала, что чувствую к Судзуму Сусухару. И я сначала попыталась интерпретировать это как ненависть, но все было не так. Ибо когда я сделала это сделала, мне вспомнились эти чистые, незапятнанные глаза, которые пронзили меня. Я чувствовал, что меня втягивает в них всего лишь мысль о нем. Так это что, любовь? Все, кого я когда-либо встречала, были без ума от меня по типу, ну, как Ацута, по типу Ацуты. Так что, возможно, я просто устала от этого. А потом я нашла его реакцию освежающей, возможно. Да, точно. Почему я так расстроилась, если не в этом дело-то? Неважно, насколько горячо или холодно я принимала душ, он просто отказался покидать мой разум. И я не поняла, если это была не любовь или ненависть, то что же это было? Его лицо все время возвращало возвращалось мой мысленный взор. Почти как фотография, выжженная в моих мозгах. Странно. Опять же, Сусухара как будто бы у каждой девушки в голове. Как будто бы он не покидает каждую девушку. Вот это очень довольно странно. Так. Я сушила волосы, глядя на себя в зеркало. На меня смотрела Ририя Кирусу. И все же казалось, что передо мной был Судзумусу Сусухара. Как будто бы он был тут, насмехаясь надо мной через зеркало. Ты никогда не сможешь понять, как много я работала. Когда я была ребенком, агентство по работе с талантами устроило прослушивание чистящей принцессы. Честно говоря, я думала, что облажаюсь. Даже когда моя мама спросила, как все прошло, я помню, что сказала, что точно облажаюсь. Но по счастливой случайности я добралась до финального выбора, ну отбора или как-то. Я помню, как в агентстве каждый раз проходили уроки, чтобы подготовить меня как можно быстрее. Я не думала, что получу эту роль. Поэтому, когда я получила письмо с одобрением, я подпрыгнула от радости. Я даже подумала, что растратила всю свою удачу на всю оставшуюся жизнь. В тот момент я обрела решимость. Я знал, что такой шанс выпадет, выпадает раз в жизни, поэтому я должна сделать все возможное, что только могла. С моей сияющей магией я сделаю ваши дома чистыми. Я, чистящая принцесса волшебной Лили, воспользуюсь магией, чтобы сделать вас счастливыми, счастливыми. Хаппи, хаппи, хаппи. Счастливыми, я сделаю ваши сердца чистыми до блеска. Короче, вот таким вот образом она, видите, как бы, ну, стала знаменитой. Я была всего лишь первоклашкой, но проделала все на своем пути. Я поставила себя в авангард всеобщее внимание. Я была полна решимости создать свою фан-базу и заставить их всех полюбить меня все больше и больше. Я сделала все, на что была способна, чтобы пойти еще дальше. И так я создала себя идеальной, как чистящая, ну, как принцесса уборки, чистящая принцесса. Лили, моя вайфу, никто не сможет забрать ее у меня. Рилия, как ангел, все бы отдал, чтобы учиться с ней в одном классе. С 10 днем рождения волшебной Лилии от ассоциации маскотов принцессы чистоты. Трагические новости. Взрослые фанаты раскупили все билеты на шоу принцессы уборщиц, так что даже детям не осталось. Я не была Рилия Кируц, Кирицугу, а магической, но магической Лилии, да? Волшебная принцесса из Чистоландии. Я была идеальным айдолом, которого любили как молодые, так и взрослые фанаты. Я достигла совершенства, когда училась в начальной школе. Трагедия нашего волшебной Лилии впала в немилость. Опа, резко, да? Раньше Лилии была маленьким ангелочком, теперь она настоящая ведьма. Только посмотрите на нее, она определенно была другой. Лилии, которую мы знали, никогда не была такой шлюхой. Мой отец высокий, красивый мужчина. Сейчас идет речь уже, тут как будто бы новости, да? Сейчас идет типа момент из этого, как бы сказать, о том, что она говорит, от ее лица. Вот, мой отец был высоким, красивым мужчиной, я гордилась этим, пока я не унаследовала эти гены. Последние года учебы в аспирантуре, я начал резко взрослеть. Моя очаровательная, миниатюрная фигура, которую так обожали, поменялась в мгновение ока. Всякий раз, когда я смотрел в зеркало, мне казалось, что я превратилась в монстра. Прикинь, да? Я пела и танцевала от души. То есть, короче, другими словами, она повзрослела, и она никому не стала нужна, как чистящая принцесса, потому что она стала взрослой, да? И вот из-за этого ее время прошло. Я работала, чтобы заслужить внимание толпы, я должна была быть золотым стандартом. И все же все говорили, что я упала своей вершины. Было мне души, я с ними согласна. Но, заметьте, никто не говорил пока, что мы не видели, чтобы она падала и тому подобное. Человек, которого я увидел в отражении, не было больше магической лилии. Это было высокое существо с отвратительной выпуклой грудью, которая ни капли не была похожа на то, что было раньше. Ни нос, ни рот, ни глаза. То есть, вот она такая. А вот какой была. Я чистящий принцесса магической лилии, который сделает тебя счастливым, счастливым. Кто ты такая? Вот к чему он спрашивал это. Но такое ощущение, будто бы она сама у себя спрашивает это, а не он спрашивает у нее. Я магическая лилии из Чистоландии. Кто же ты? Я же говорю, магическая лилии. Кто ты такая? Фигура Человека спросила меня, когда мы стояли в мире черного снега, который постоянно накапливался, как сажа. Это был он, день преследующая меня с тех пор, как я увидела его во сне, в своих снах. Сусухара? Сусухара? Вот она уже взрослая. Кто ты такая? Слушай, я знаю, что я больше не волшебная лилии, и я не подхожу по возрасту. Но знаешь, мне тоже было тяжело. Ненавижу себя за то, что превратилась в это ужасное чудовище. Верно, я перестал быть магической лилии. Твое тело меняется с возрастом, вот почему мне пришлось отказаться от роли. Но все, я еще, я все еще могу петь и танцевать. В таких вещах я намного лучше лилии. Как будто бы она пытается, как будто она пытается не ему доказать, а себе. И опять же, некоторые девушки хотели бы, да, ну, развиваться, типа, становиться красивыми, высокими, с большой грудью. Ну, как не то, чтобы даже большой, но обычной, да. И вообще, она типа наоборот только думает о том, что типа она уже не та маленькая девочка, и типа рассвет ее прошел. Вот такая проблема у нее. И вот в ней проблема видна сразу. В той перед этим, которая была девушка наша, вот эта, да, с которой мы там собирали деньги и там подобное, бегали. В ней проблему как-то поверхностно видно. В той так вообще можно даже и не спрашивать. В той самый глав, самый, вообще жесткий секрет. И в нашей, которая вот эта пацанка такая там, ух, я лилия Куросу, дальше продолжу взрослеть. Я намного удивительнее, чем магической лилии. на работе. Так. Но работа перестала приходить, как только я перестала быть волшебной лилии. Агентство прислало, агентство прислало мне новую работу, но я не получила детали, потому что во мне видели чистую, невинную лилии, чистую принцессу, а я не соответствовала образу. А, сейчас. Немножко улетел, да? Все потому, что половое созревание прокляло меня этим омерзительным телом. Агентство предложило мне сыграть другой тип, сексуальную красивую девушку. Моя мать и я были категорически против, но агентство не послушало заявив, что мой предыдущий персонаж и мое тело просто не совпадает. Кроме того, я узнал об этом позже, кое о чем позже. Оказалось, что персонал воспринял мой необычный уровень профессионализма и приписал его в высокомерию, поскольку я не пошла на компромисс с самой собой, то и не пошла так же и с другими. Я ненавидела сотрудников, которые не воспринимали меня всерьез и сотрудников, которые не переставали относиться ко мне как к ребенку. В конце концов, распространился слух, что с Рири и Курасаки было трудно работать, так что больше никто не захотел иметь со мной дел. Другими словами, агентство не пошло на компромисс, несмотря на то, что я сделала для них раньше. Так, и они не могли опровергнуть то, что кто-то говорил или заявили, что, ну, короче, не стоит работать с такой, как она. Вот. К тому моменту мы с мамой были в ярости от решения агентства и непонимания. Вероятно, они тоже чувствовали, что не смогут за меня заступиться. Несмотря на сколько была популярна принцесса Чистюля, Рири Акурусу не может до сих пор найти работу. Я остаюсь безработной три года, чтобы смириться с такими обстоятельствами. Потом, наконец-то, в один прекрасный день меня сделали участником Флауэр Хайтс. Я не сдамся, я покажу всем, насколько я выросла и затем заставлю их всех признать это. Магическая Лилия может исчезла, но возродилась Курусу Ририа. Именно тогда его губы скривились в улыбке, как будто бы разрешая мне. Нет, будто бы он принимает меня всем сердцем. Возможно, он пытается заставить меня перестать притворяться и говорить о чистого сердца. Я... Я не... Я не смотрю много телевизора. Но не ты единственный. Так что я мало знаю о знаменитостях. Но если бы ты смогла меня сделать своим поклонником, тогда значит, что я могу сделать это не так ли? Опять же, она сама собой как будто разговаривает. То есть, как Ририа Курусу? Да. Если ты сможешь сделать меня своим поклонником, тогда у тебя все получится. Я гарантирую это. Тогда я за... Тогда я заставлю влюбиться в тебя, в меня. Я клянусь, я заставлю тебя увидеть все хорошее во мне. В конце концов, Сусухара улыбнулся последний раз. Эта улыбка растаяла, и все, что оставалось, это было мое отражение, которое смотрело на меня. Серьезно, в чем же... Ну, типа, в чем... Какая в нем проблема? Имеет в виду. Я была избалована вниманием, которое мне оказывали, и поэтому позволила забраться ему ко мне в голову? Может, поэтому люди называли меня надменной? Тогда, возможно, он появился, чтобы упрекнуть меня в этом. Сначала я была раздражена, но то, что я волнуюсь, доказывает, что я высокомерна, не так ли? Хех. Возвращаясь к ЛСЦ, первым делом впервые дало мне забавные чувства. Что-то новое случилось в этом клубе. Это, возможно, был знак, что я перерождаюсь в новой себе. Спокойной ночи, Сусухара. Я сделаю тебя своим поклонником. Ты только жди. Короче, единственная Сусухара, который не на поводу ее, как бы сказать, знаменитости не пошел сразу, взял ее, ну, да, под контроль. Короче, овладел ее вниманием. Я вернулась в свою комнату. Когда я просыпалась, мне удавалось прекрасно видеть, но, проведя время в освещенной комнате, после этого я, ну, плохо видела. Удивительно, как работает человеческий глаз, и я включила свет. пол возле моей кровати был закопчен, как будто бы кто-то проточил пакет черной грязью по комнате. Я, должно быть, не видела этого в темноте. Мерзость, что это такое? Я вытерла салфеткой, слой был недостаточно толстым, может, это была сама сажа, это была сажа? По следу, можно сказать, это выглядело так, как будто бы кто-то тащил какую-то штуковину и с покрытой сажей ногами ходил вокруг моей кровати. По моей спине пробежался знов, когда я увидела узор от отпечатка босых ног. Что тут происходит? Что это значит? Кто-то ходил вокруг моей кровати и смотрел, как я сплю. Да, бака-бакаши. Да, точно, а перевод бака-бакаши. То есть, она говорит глупость, ну, типа, такого не может быть, а там перевод, да, точно, вот вам и английский перевод. Кстати, очень много моментов тут, которые не соответствуют тому, ну, какой тут перевод, но да ладно. В общем, смысл будет понятен. Кстати, и по поводу того, что кто-то ходит вокруг ее этого и, заметьте, везде сажа, везде чернота. У кого черные волосы? Ну, конечно, по черным волосам можно не судить, но, посмотрите, у Тое черные волосы. Тое появлялась в черной саже не раз. И мы ее видели, как будто бы она черная, какая-то такая вот в этой комнате была и там подобное. И она с куклой ходит. Она какая-то баба как будто бы пытаясь, ну, блин, я так полагаю, может быть, я не прав, но это мое предположение. Может быть, это Тое ходит и пытается убить тех, кто влюбляется в Сусухару. Это, конечно, глупо, потому что в цикадах тоже можно было бы сказать, что какая-то баба из этих девочек, да, ну, девочки, да, типа убивают других, типа Чоу. Короче, не знаю, но просто сажа. Причем тут сажа, как будто проклятие какое-то. Но если знать Рюкши, да, он может такую фигню придумать. Я всегда держала дверь и окна на замке, так что этого не могло произойти. Может, я просто немного устала? Если подумать, я всегда была склонна к кошмарам. Я, наверное, просто не заметила грязи, которую оставила после прогулки, братья в грязных носках. Да я так бы объяснила все это. Внезапно меня начало кидать в дрему, и я решила лечь спать. Но это не просто так. Я думаю, что нам все больше и больше показывают, что что-то тут не так. Когда я проснулась на следующее утро, сажистых этих следов сажи нигде не было видно. Эм, странно. Это очень странно. Видите, кто-то за ними как будто следит. Я не знаю, просто бред какой-то. Святилище Ивамото. Был элегантным святилищем, расположенным сразу за торговым районом Иваймото. Пишите свои комментарии, пишите ваши мысли насчет этих моментов, потому что это очень реально интересно. Оно имело благоприятную репутацию, вероятно, благодаря своему названию. Когда я была ребенком, я приходил сюда помолиться, прежде чем моя популярность была забракована. Так, а мы приходим, вот видите, кстати, я сейчас хотел бы сказать вам, быть очень внимательными. Ладно, мы, короче, пришли на встречу с репортерами и помогать сразу в клубе ЛССС, да? Хорошо, так давайте начнем несколько фотографий, из которых ты прибираешься, почему бы нет? Вы имеете ввиду так? Кстати, слушайте, пожалуйста, очень внимательно слушайте сейчас голос репортера. эх, я с моей сияющей магией, я сделаю это место кристально чистым. Ну, как прошло, я сделаю тебя счастливым, счастливым. Вы слышите голос, да? У, да, замечательно. Узнаете голос или нет? Слушайте внимательно. Я поражен тем, как чистая драгоценная принцесс-уборщица выглядит взрослой. А теперь я даю вам ответ, что это за голос? Голос короля Сеча, просто это тот же персонаж. И вот тут у меня вопрос очень закрадывается жесткий. Неужели король Сеч действительно существует? Или это, ну, типа, знаете, нам показали короля Сеча вот так вот, а на самом деле он, ну, мужик какой-то другой, да? И, как бы сказать, что я еще хочу сказать по этому поводу? Может, это просто, ну, может, просто это озвучка такая, просто озвучил один и тот же персонаж. Ну, бывает такое. Я действительно не знаю, я думаю, ваше сердце немного еще грязное, немножко грязное. Я использую свою очищающую магию, чтобы чистить твою грязную душу до блеска. Я одного только не понимаю. Нахрена она говорит про эти очищающие магии и тому подобное, если она уже во Флавер Хайтс. То есть, ей не нужно сейчас этим заниматься, правильно? Может, она как-то пытается вернуться, я не знаю. Фотографы корчились, пуская слюни, падали сами от этого смертельного приема. Ни один мужчина не мог устоять перед моим хорошо надренированными чарами. Я сделаю твое грязное сердце чистым, мистер. А может, это она сама так себе надумывает? Кинооператор, заколдованный, шокирующая красавица, кумер, дебют. Извини, но с этого дня мы соперниц... Ой, да. Вот, да. С этого дня мы соперницей. Типа опять Хинагата херню несет. Вам понадобится стальная щетка или что-то типа такого, чтобы сделать свое сердце безупречно чистым. Маюхин. Офигенно. Сейчас бы так грубить нашей Маюхин. И особенно грубит, заменяйте, грубит Каная, наша девушка, ну, с прошлого, типа, стрима, ну, не стрима, этого видео. И вот Субаки-ка. Разве Лилия не самая симпатичная? Она так живописно смотрится на территории святыни. Что ж, это неудивительно, учитывая ее прошлое. Давайте, мальчики, эй, Нэти, приступай к работе. Я не могу поверить, что я могу сделать это место чистым вместе с... как ее... знаменитой лошебной Лилией. Оу, великолепно! Натсу, ты не справишься с работой, если так... если немного не успокоишься. Сусухара, как всегда, касался крутым. Я была счастлива, конечно, что Атсу-то был так взбудражен, как всегда. Но я была еще бы счастливее, если бы смогла заставить Сусухару так же реагировать. Наши глаза встретились во время фотосессии. Когда они это делали, я вспомнила свой старший... сейчас... Ммм... Блин, ски... А, вот я вспомнила свой страшный сон, который мне приснился ночью. Даже проснувшаяся все еще не могла его выбросить из головы. И по какой-то причине мне казалось, что он единственный смотрит на меня как на взрослую. Я никогда раньше не была влюблена, но я была уверена, что это было что-то типа любви с первого взгляда. Или это было больше похоже на наблюдение за падающей звездой, которую он желал. все уже, начинается любовь, она его толком даже не знает, но она влюбляется моментально. Это как-то может происходить? Я надеюсь, что смогу добиться успеха, если заработаю признание Сусухары. Как бы то ни было, я не понимал, почему он был таким большим присутствием в моей голове, когда мы даже не разговаривали друг с другом. Я знал, что думать об этом нет смысла. В конце концов, для судьбы не должно быть поводов. Итак, волшебная Лили сейчас в высшей школе, ну, в хайд-школ, да? Да. Ты подменяла себе кого-то особенного. Погоди, ты думаешь об этом? Значит, это значит, что... Что это значит? Ты думаешь о нем? Я взглянула на него. Все смотрели на меня, он продолжал убирать в тишине. Моя кровь кипела от раздражения. Я давала это интервью на глазах у всех, чтобы доказать, насколько я отличаюсь от большинства людей. Конечно, я не была настолько глупой, чтобы он... чтобы он подошел сюда. ой, то есть сейчас. Я не была глупой, чтобы он... А, я не была настолько глупой, что думая о том, что он подойдет сюда и сразу это поймет, да? Можно сказать и так. Хотя, это больше похоже на то, что я хочу, чтобы он сам обратил на это внимание. На меня. Ох, и кто же это? Кто, кто? Это же я, да? Ты ее большой поклонник, так что, может, ты должен ее заметить или тихо того? Лично я не думаю, что давать такую надежду таким... такому человеку, как он, да? Типа, хорошая идея. Но Рилия влюблена, разве это не чудесно? Моя магическая Рилия влюблена! Я собираюсь жениться на магической Рилии, когда вырасту. Я никому не позволю этого сделать. Офигенно бахнул ее. А, я никому не позволю взять ее, да? Если ты будешь мешать Рилии... А ты будешь мешать... Ты будешь мешать Рилии, если будешь орать так громко. Замечательно. Сусухара, Ацата, иди сюда. Здесь нам нужна помощь. Да, нам нужно вернуться к уборке. Ой, но я хотела узнать побольше о том парне, который нравится Рилии. Госпожа Хинагата увела членов ЛСС с пути. Я не думаю, что назвала бы это любовью. В конце концов, Лилии принадлежит вообще всем. Ха-ха, это больше похоже, что ты восхищаешься кем-то. Не совсем так. Честное слово, это хуже некуда от того, что от этого мне хочется плакать. Так что я пообещала себе. Я поклялась, что отточу свой баян и заставлю его увидеть меня такой, какая есть. Вот такая волшебная Лилия. Она изменила себя и имидж, и теперь хочет мужчину. Ох. Так, сейчас. Ох, ты такой шутник. Ну, типа, да не, не так, типа. Я бы просто хотела бы испытать на нем свою силу чара. Ну, честно говоря, просто, да, отмазываться, короче. Если я не могу заставить его на меня взглянуть, у меня есть еще время, все время в мире на это. Это здорово, как будто бы волшебная Лилия познала силу любви и получает еще одну супер силу. Я уже сказал. Сейчас. А, вот, да, это он говорит, блин, спешу немножко. Это здорово, как будто бы волшебная Лилия познала силу любви и получает еще одну супер силу. Я же уже сказал, это не любовь. Мне кажется, она очень зря рассказывает репортеру об этом, потому что, а вдруг репортер это и есть какой-нибудь убийца там или там подобное, потому что В этой игре вы сами видите, что какая-то хероборина происходит жёсткая Ну, не знаю, или какой-то плохой он там тип Ну что ж, он мог начать рассказ Ой, да Так Угу, угу, угу Сейчас История мертва, вводи без малейшей доли специй Вторая половина интервью завершилась в основном Сейчас, точнее, я не там чуть Ой-ой-ой, извиняюсь, друзья, я не там вообще читаю Вот, я же сказал, что это не любовь Я немножко, да, уже Я уже прочитал до хрена, а тут только сейчас подходит Ну что ж, он мог начать Вот, рассказ как угодно Вот, история мертва в воде без малейшей доли специй Вот, всё Короче, пытался вывести её на то, что есть парень Она отмазывается, но Другими словами, это и так понятно Вторая половина интервью завершилась в основном бессмысленной болтовнёй У меня не было времени на подобные вещи, но я всё равно подыграла Я попрощалась с командой репортеров у арки в святилище Я склонила голову, пока они не растворились в толпе торгового района Интересно, где все пропали, куда все пропали? Они ушли на половине интервью, чтобы дать мне немного уединения Но когда я огляделась, их уже не было Только пожилые люди, пришедшие помолиться А они бы не уехали без меня Я должна была их найти Святилище Вэмото было относительно большим ухоженным местом На Новый год здесь всегда собирались огромные толпы А поскольку он находился в самом конце торгового района Вы всегда могли найти здесь кучу набожных пожилых людей Были места, где можно купить амулеты или узнать свою судьбу в прошлом В прошлом я изрядно пользовалась последним Но если выразиться более загадочно, это был всего лишь внешний облик святилища Глубже таились другие секреты Местные жители знали святилище Вэмото как одно из самых больших святилищ в области Но у него была и другая сторона, наиболее известная в интернете Любопытным подросткам по всей Японии Кукольный мемориальный зал А теперь вспоминаем, что кукла есть у Тоя И вот это теперь очень странно Может быть она ее взяла отсюда И каждый человек, который скажет, что тут есть магия В плане в том, что возможно какой-то там другой мир Silent Hill какой-то непонятный там Альтернативный Я вам скажу, нет, серьезно Мне кажется, что нет Потому что, ну, это было бы слишком запутанно и не знаю Это было бы фантастика Рюкши Знаете, на фантастику очень легко все отнести И не надо ничего придумывать А тут есть загадки И у Рюкши всегда есть загадки И чем его новеллы интересны Чем это реально действительно интересно Тем, что ты разгадываешь их Ты думаешь об этом И ты охреневаешь, когда узнаешь там И тому подобное, понимаете Если все выводить на фантастику Это скучняк просто Дикий и неинтересность вообще никакая Вот поэтому я не люблю вообще ни фантастику и тому подобное Ну, бывает, да, конечно, интересно Но нету загадки А у него действительно нереальные загадочные игры Так, говорили, что старые куклы несли в себе духов Иногда люди неохотно бросали их в мусорку Когда приходило время избавиться от них Поэтому вместо этого они устраивали поминальную службу по ним И оставляли их здесь Не то место, в которое ты хочешь попасть обычно Кукольный мемориальный зал заполнил рядами кукол настолько, насколько мог увидеть глаз Большинство из них были японскими куклами Увидеть хотя бы одну из них в темной комнате было довольно страшно Когда так много их собрано в одном месте Это напоминает оккультную горячую точку Интересно, сколько их тут? Сотни? Нет, может быть, даже тысячи? В любом случае, когда все эти бездушные глаза смотрят на тебя Заставляя зал казаться не местом для живых людей Однажды пользователь одного оккультного форума сообщил Что когда он молился в этом святилище о проклятии ненавистного враша Это желание было исполнено Врага, наверное, врага Это да, вот, и с тех пор в этом месте было что-то особенное Типа проклял ненавистного врага и оно исполнилось Если бы вы составили десятку лучших японских оккультных горячих точек То это место было бы в каждом списке Интересно, кстати, оно же в реале есть А вот и то, Эля, вылезло Только вспомни, сразу появится В этот момент одна из кукол Одна из кукол Кукол внезапно встала размером человека и встала на ноги Ля, пиздец, я бы обосрался Наверное, это место действительно есть Надо будет погуглить за него Ох, ты просто кураками Ты напугала меня? Она была в одежде жрицы, но все еще держав ту жуткую куклу, как всегда Она не отпускала ее даже в школе Но в таком месте это было, естественно, держать ее в руках Эм, ты видела остальную часть? Сел с АЦЦ, куда-нибудь типа пошли, да? Ты видела Сусухару? Ты знаешь, он мой драгоценный, милый, дорогой парень Эм, сейчас О, в смысле То есть уже он парень? М? Эм, кураками У кураками было обычное унылое выражение лица Поэтому я попробовала пошутить Но, как ожидалось, она не подыграла Потому что, может быть, она тоже любит его Или там подобное Не А? Он испорчен Ну, типа вот так, корруптит Она постоянно говорит, корруптит Испорченный Так что, держись от него подальше Что? Кураками проигнорировала меня и ушла Что, черт возьми, это только что было? Я была раздражена, но не испытывала ни малейшего желания, чтобы она смотрела на меня Эм, чтобы она смотрела на меня Чтобы она смотрела на меня Чтобы она смотрела на меня, в отличие от Сусухары Короче, она не... ну, хотелось, чтобы Сусухара смотрела на нее, а не она Знаешь, мы в основном убираем... Так, сейчас... Знаешь, мы в основном убираем твой дом Разве тебе так тяжело проявить немного признательности? Я, конечно, не ожидал, что она услышит мое ворчание Она имеет в виду, ну, что типа принцесса... ну, чесюли Тоя Кураками была единственной дочерью главного жреца святилища Я слышала, что она практически не была в школе Возможно, потому что она знала, что в любом случае возьмет на себя семейное ремесло Погоди, а семейное ремесло, она что, куклы делает? Интересно Семья Кураками тоже владелась землей в горах А, они, вот, да, были богатыми и уважаемыми в этом районе У них эти были квартиры вроде, да? Ну, типа, недвижимость Так что, возможно, она давно преодолела простые мерзкие эмоции Но, в любом случае, она меня не касается Нонокава? А, ой Я подскочил от удивления Сузухара стояла у Хола с метлой в руках О нет, надеюсь, он не услышал, как я ругаю Кураками, и я так ужасно Ты закончила интервью Я бы сказал, что я уже давно покончила с этим Я имею в виду, что последняя половина была в основном про сплетни И я просто кивала и рассказывала им то, что они хотели услышать Понятно, хорошая работа Спокойный, как всегда Большинство людей так или иначе реагируют на подобное заявление Ответить... Ой, ответить мне было бы... Ну, его одной из хороших сторон Обычно я была прямо оскорблена его резким поведением Сейчас вот Да, вот Сейчас Но, в тот момент, мне казалось, что это освежающим и утешительным Неужели я просто устал от людей, которые подлизываются ко мне? Я точно думаю, что это не была любовь Но, может быть, я ошибаюсь Я не могу сказать, что когда-либо думал о мальчике так долго Независимо от того, сколько сексуальных знаменитостей и хитроумных продюсеров делали на меня хады Так что, возможно, Сусухара действительно был особенным Но если бы я сказал, что он был для меня особенным человеком Это можно было бы принять за еще один способ сказать, что я люблю его Что-то не так? Нет, ничего Больше никого не было Ни Ацуты, ни госпожи Хинагаты, ни каких-либо проходящих Которые люди молились, богомольцев каких-то Не знаю, есть такое слово Всего минуту назад Это место казалось мне жутким, но сейчас оно не выглядит так Видишь, может, сначала ты так и не думал Но я действительно знаменитость, теперь ты понял? Я никогда не сомневался в тебе Ты мог одурачить меня, Элифуэк Ты мог обмануть меня, точнее Хоть он и был с девушкой Притом великолепным кумиром Он тихо повернулся к уборке Ну, типа убирал, да? Хотя они ушли, как он мог убирать, вопрос А, они же пошли убираться, да? Почти как будто бы я был невидимый Именно поэтому я хотела его признания Я решила перестать думать Почему мне не нужна была причина Почему мне не нужна была причина? Я просто хотела, чтобы он посмотрел на меня На самом деле, я молилась в последнее время О, правда? Да, если я могу превратить иного человека в своего поклонника Тогда я смогу добиться успеха, как новое... Как, ну, новое я Понятно Он ответил мне определенно, даже не отведя Не глядя в мою сторону Ему действительно было холодно Ну, ему пофиг было Типа он был холодным Меня это серьезно начало раздражать Но все, о чем я могла думать Это как заставить смотреть его на меня Настолько, что мне было все равно, что Именно вызывало это чувство А я подумал, стоит ли мне пойти дальше И принять это как любовь Это должно быть Любовь с первого взгляда Клянусь, я заставлю его смотреть в мою сторону Ну что ж, удачи с этим Он даже не повернулся ко мне Я не выдерживаю Скажи, Ридия Да Сузухара наконец-то повернулся ко мне лицом Но я застыла, когда увидела выражение его лица Я никогда не видела такого холодного взгляда Ты веришь, что твое новое я преуспеет? Я бы не сказал, что я могу поразить Но я думаю, у меня хорошее начало Музыка уже напрягающая пошла, да? Сейчас Сегодняшнее интервью было детской забавой С тех пор, как меня взяли в цветочную школу Ну, Flower Heights Мы ожидания росли Конечно, это было возвращение волшебной лилии После исчезновения на пике своей популярности Сейчас Да, вот Это шумиха Хайп Она не о тебе Она о волшебной лилии Или я ошибаюсь? О? Я слышал кое-что из интервью, знаешь? Эти репортеры видели в тебе только взрослую Волшебную лилии, не так ли? Я потерял до речи Но в глубине души я понимала то же самое Он просто выразил это словами Прежде чем я переварила это Ты хотела отойти от образа волшебной лилии И стать рилией Ну, ну, накавой? Ой, подожди Или это была рилия Курусу? Извини, я запутался Все в порядке Во всяком случае Ты бы хотела уйти от волшебной лилии И стать рилией Курусу? Или ты хотела, чтобы все продолжали любить волшебную лилию Даже после того, как она выросла Честно говоря, я даже не вижу разницы Знаешь, Натсу показал мне, как ты выглядела раньше И что ты думаешь? Ты довольно милая Настоящая принцесса Чистоландии Ты была абсолютно очаровательна Меня накатила волна торжества Но это чувство оправдания угасло перед пугающим лицом Сусухары Но теперь все прошло У тебя не осталось ни единого следа остроумия Лилии Лили Его слова из ледяной взгляд были, как кинжал в моем сердце Натсу хороший парень, он был фанатом Лилии Но не разочаровался твоим сейчас ним видом, да? Но что ты сейчас по сравнению с очаровательным ангелочком, который когда-то был? Когда-то была Ты только посмотри на эти отвратительные длинные ноги Эти длинные некрасивые руки Прикинь? Вот у меня сейчас вопрос Это реально Лису Сухара? Или это она себе опять придумывает фигню? Она же видит его, это же не сон и не мечта и тому подобное Твои ангельские глаза остались в прошлом Куда делся твой милый маленький носик? Это даже не касается тех жировых комков, которых ты называешь грудью или задницей? Ты больше не невинный ангел Я очень рад, что не был тогда твоим поклонником Потому что если бы я им был, я был бы отпустошен Я бы терпеть не мог видеть Лилию, которую знал и любил И которая превратилась в свинью, пытаясь превратить Притвориться, что она все еще та же Лилия Пиздос, да? Что происходит, непонятно Но это опять же напоминает дико цикады Там такая же херня Та же Рена, которая оказалась всегда милой и классной девочкой Превращалась просто в поехавшую злую бабень Которая непонятно что творила Также вспомните Мион, Шион И... ну, вы помните все это Если не помните, то вам стоит посмотреть потом цикады как-нибудь Я знаю, что весь мир Рас... Раскололся на куски, как зеркало То, что он сказал, было далеко не оскорбителем Но это все было правдой Мое тело давно перестало быть волшебной Лилии Принцесса... Чистящая принцесса исчезла На моей груди были эти отвратительные толстые мешки А попа была огромной и отталкивающей У меня был длинный золстриненный нос и ужасное лицо И я не доведела себя, глядя в зеркало Я все это знала Мне не нужно было, чтобы он напоминал мне это Это тело не было Лилии Это было не я Я знала, что... Это... Что это было тело свиньи И монстра Знаешь, я... Уважаю Нацию Учитывая, что он может стоять рядом И смотреть на эту отвратительную вещь, которая... Продолжает называть себя волшебной Лилией Лили Пиздец, да? Я захотел закричать, кричать так громко, чтобы это стерло его слова Но я не могла стереть правду Моя ужасная неуверенность и мое отвратительное тело были неоспоримы Крики не заставляли это уйти Я повесила голову и зарыдала Мне было противно, что... Я думал, что моя новая личность преуспеет просто из-за дурацкого интервью Возможно, ну... В его голосе было слабое ощущение тепла Это послужило лучом надежды в тот самый темный час По крайней мере, ты знаешь, какая ты отвратительная Вот почему ты решила перестать быть Лилией Лилией и создать, ну, себя, не так ли? Да Но, блин, это такой бред, да? Будешь ли ты продолжать быть Лилией Или станешь новой? И то, и другое прекрасно Но ты не можешь выбрать оба варианта Да, я знаю Ты сделаешь выбор и придержишься его Я думаю, ты заслуживаешь похвалы за это, как минимум Сузухара Я наконец-то поняла, почему он рассердил меня Я планировал разорвать связи с прошлым Но все еще была прикована к нему Вот почему я превратилась в эту отвратительную свинью Я уже знала, что это тело не принадлежит волшебной Лилии И если я хочу сохранить ее обаяние, она всегда Мне нужно перестать себе лгать Я больше не волшебной Лилии Я больше никогда не буду называть себя этим именем Я больше никогда не буду пытаться вести себя мило Как раньше Клянусь от всего сердца Что я буду перерождена не как волшебная Лилия, а как Ририя Курусу Сузухара уловнулся, когда я объявила о своем решении Ририя? А? Его голос раздался позади меня Я вернулась и увидела стоящего за мной Сузухару Опа-ча Что? С кем я тогда только что разговаривала? Затем я наконец-то заметила Я стояла совсем одна Перед залом с бесчисленными куклами Которые были моими единственными зрителями И Сузухар только что кликнул меня сзади Знаете, что я думаю? Я пока что думаю Неважно, как это произошло и там подобное Я думаю, а что если Тоя нам все это говорила от лица Сузухары А может быть у Лилии Ну то есть точнее у Накавы Ну нашей вот этой вот Ририи Возможно у нее что-то с головой И она типа не поняла или не узнала Потому что это не мог быть Сузухара Ну никак не мог это он быть И я вот думал Либо она сама себе придумала это Может быть это сказала Тоя ей Потому что хочет ее таким образом убрать Ну не знаю Просто типа Сузухара должен быть ее Ну знаете там типа ревность и всякое такое Что-то не так Потому что он даже такого сказать как бы не мог бы Ну у него воспитание не то Что ты имеешь ввиду? Мы только что тоже разговаривали, разве нет? О-о-о Я так не думаю Вот напишите обязательно Как вы думаете в этих моментах Потому что очень реально интересно читать Ваши мысли и тому подобное Вот Сузухара выглядел смущенным Казалось он действительно понятия не имел Чем я говорила Так-так черт Кто черт возьми был это? Я думала что говорю Сузухары Но на самом деле Я была совсем одной все время Ты в порядке? Нет Но я думаю что все нормально Я думаю что я была склонна к странным мечтаниям Когда задумываюсь Я думал что он недавно исчез Но он все еще был там Да должно быть это был дневной сон Или мечта Вот это вот сон да и дрим Как у всех них были они да? Неужели они все поехавшие или что? Я не пойму Если бы думаешь иначе Это не принесет тебе ответов Ты должен быть устал от практики Тебе не нужно заставлять себя чувствовать Участвовать в воскресенье В воскресных мероприятиях Ты должен отдыхать Тогда Тогда когда есть возможность Сузухара И тут он резко становится для нее офигенным Добрые слова распространились по всему моему сердцу Как Растегается молоко по горячему какао Он появился в моих снах и мечтах Я подумал что он холоден ко мне Но его внимание доказало что я не права Мне было интересно сколько пространства он сможет занять в моей голове Он действительно был особенным С его словами внимания, поддержки и признания Я была полностью наполнена Ну типа Мы знали друг друга всего несколько дней Мы сказали друг другу всего несколько слов И все же мне казалось что я знаю всю его всю свою жизнь Что то тут не то реально Как будто бы Реально как будто бы они друг друга уже знали до этого Ну потому что ну не может так убыть Ну что это за вред Это было похоже что у нее не было Тех стен которые окружали других Типа она к нему видишь может Ну пройти и тому подобное Типа без стен Я чувствовал к нему связь Которая обычно возникает при общении с хорошими друзьями или семьей Оглядываясь назад и я возможно Чувствовал это с нашей первой встречи Не то чтобы он меня привлекал Дело в том что между нами не было барьера А раньше я думал что любовь с первого взгляда Заставляет твое сердце стучать так сильно Что ты не можешь этого вынести И я никогда не ощущала такое тепло Это безосновательное чувство любви с первого взгляда Теперь становилось чем-то более осознанным Я купил воды Все остальные в офисе Ты искал меня? Прости мы должны Должно быть разминулись Я не знал что тебе нравится Поэтому выбрал то что выглядело хорошо И я надеюсь все в порядке Пока это чай это не будет проблемой Ну типа чай я и взял да? Сусухара пошел покупать напитки Затем Сусухара которого я видел ранее Нет есть только один Сусухара Этот и тот Это один и тот же Сусухара вроде бы да? Или оба они Сусухары? Блин не знаю Он определенно был Сусухара Я это чувствую То есть тот персонаж это был тоже Сусухара Но как? Каким образом? Потом до меня дошли его мысли и чувства Или что-то в этом роде? Что за мысли? Это звучит как будто бы что-то из сказки Ну что ж Мне все равно что это было Они оба были с Сусухарой И они оба были для меня чем-то особенным Так много кукол не так ли? Ты можешь сказать это снова Говорят старые куклы поглощают чувства людей Так что может быть они тоже впитывают обиду Это немного страшно не думаешь? Да думаю ты права Знаете что я еще думал по поводу этого всего? Я все думал и думал А вдруг Сусухары 2? Помните как Мион Шион? Я не буду еще говорить в каких играх еще такая есть фигня Потому что это спойлер будет Но Ну как бы это и в цикадах спойлер Но мы их проходили уже как бы Хотя и ДВС мы проходили там тоже такая фигня Но это было бы как-то глупо Очень глупо Потому что ну типа один злой Сусухару другой хороший Типа близнецы Братья-близнецы Ну опять же это примитивная херня Я думаю ну не должно быть такого по идее Потому что в Чайках тоже можно было бы Тоже там ну короче там такие были моменты Да что типа Если есть близнецы То ты их должен сразу увидеть Как бы вроде бы Ну то есть это бред все да Типа сразу третий сортный детектив становится Так Это объясняет почему ты так здесь себя плохо чувствуешь А ты знакома с оккультизмом? Не совсем Что-то в этом месте меня просто тревожит Вот и все Любовь будет встревожен если будет окружен сотнями этих жутких кукол Но похоже то о чем говорил Сусухара выходило за рамки Я думаю зоны негатива должны быть реальностью Что ты имеешь ввиду? Ну ты знаешь Как иногда становится только хуже Когда люди пытаются подбодрить тебя Ты имеешь ввиду Тогда когда ты хочешь побыть один? Мой отец сказал мне что есть такие места Которые имеют такой эффект Он называет их зонами негатива Как Типа испорченных мест ты бы сказал да? То есть такие места которые не стоит посещать без крайней необходимости? Спасибо за предупреждение Сусухара Я буду осторожнее в будущем Ах да есть кое-что что я хотел бы тебе отдать В таком случае тебе наверное тоже стоит держаться от меня подальше Потому что очевидно я тоже испорчен Опа Опа-ча Все это он сказал со сдержанной улыбкой И я не могла сказать серьезно Серьезно он или шутит? Почему ты испорчен? Понятия не имею Но это то что сказала Кураками Когда я видел ее раньше Тоя Кураками Вот эта черноволосая Она сказала мне Не приближаться к ней Потому что я испорчен Сказала что я принесу несчастье Неудачу Кураками всегда была странной Не позволяя ей Этому беспокоить тебя Себя Ты ни в коем случае не испорчен Или типа того Когда я встретила Сусухару Это была любовь с первого взгляда Нет даже за гранью этого Но Кураками сказала что приближаться к нему Может принести несчастье Мне жаль А? Я просто пытался поднять тебе настроение Я не хотел звучать так серьезно Сусухара не Что же она ему хотела дать? Мы этого даже не узнаем. Так, мы резко перемещаемся вот на сцену, на какую-то, видимо, сейчас будем смотреть, где она выступает, да, наша Ривия. Так, еще в дне экономического краха отдельные айдолы возводились и с осторожностью, но постепенно тенденции сменились в сторону таких айдолов, как Китти Кэт, Клаб и АКБ Мисума Китти Кэт. Китти Кэт, ну, да, вы поняли. Так, вместо того, чтобы воспитываться с заботой, им приходилось сражаться с остальными. В этом смысле мой номер принцессы Чистюли был невероятно удачным. В нас же не можно редко увидеть, чтобы их воспитывали с такой заботой, но тут все было по-другому. Персонал, сценическое освещение, всеобщие глаза были сосредоточены только на мне. Мне приходилось выделяться среди группы, чтобы быть признанной. Я была Рилий Курусу, которая переродилась из магической лилии. Так, вот, да. Привет всем! Мы принимаем все вызовы с головой и живем полной жизнью! Лавер Хайт Скул! То есть, короче, ее группа, где она выступает и, короче, она чем занимается после того, как была маленькой Чистюлей-принцессой. В наши дни война айдолов состоялась из мощных противоборствующих сторон наследий. Бесчисленные единицы родились и умерли так, а не придумав себе имен для самих себя. Сейчас уже 3 часа, кстати, ночи, и я записываю для вас серию, потому что, как бы, хочется, чтобы... Ну, у нас 4 недели, как не было новой серии. Это очень долгое, поэтому в следующие разы я буду стараться даже ночи просто напролет, можно так сказать, переводить, чтобы мы смотрели, вы смотрели, наслаждались. От вас только требуется поставить лайкус и все, и наслаждаться, написать комментарий, там, как вам зашло, не зашло. Ну, это если вы всю часть сразу посмотрите. Если вы не смотрите, конечно, то, понятное дело, то нафиг надо, да, можете ничего не писать, да, вы и не досмотрели, если до этого вы и так это не узнаете. Но не ленитесь, пишите свои предположения, мне интересно их читать. Но, тем не менее, все они стерлись... Подожди. Старались стать следующими вот из АКБ, Мисумы или Мамоя Клабер А. Ну, короче, типа, такими же, как они, типа, высшие какие-то музыкальные, там, эти, BTC, член СССИ, да? Ой, что? Флагерс Хайт Скул была одним из таких подразделений. Это была группа учениц средней школы, которая, вот, идеально походила в категорию сносных прав основной подпольной группы. Их аргументом в пользу продаж были их интенсивные танцы, которые участники делали до тех пор, пока они едва могли продолжать. Некоторые даже падали с ног. Это было чересчур, но их искренность, искренная преданность дела давала популярность в интернете, что привело к незначительному росту популярности последующие годы. Я скоро тоже буду так переводить. Мне Алоя тоже, кстати, очень сильно помогла с этой серией, так что тоже ей спасибо надо сказать. Вот, напишите ей спасибо, если что. Потому что, если бы не она, в некоторые моменты я просто сидел ее после стрима, я не могу просто переводить, потому что по 6 часов стримы делаешь, и потом просто уставший сидишь, нет сил. Это я для вас на стриме такой веселый и там подобное. Потом я выключаю, и я просто падаю просто. Стремясь воспользоваться ситуацией и добиться успеха. Агентство загорелось идеей прослушивания новых членов. Так, но из многих кандидатов Рири Кирусу была выбрана, сейчас, магической Лилии, или что-то такое, Лилии. Сегодня мы представляем нашего новенького одноклассника. Вы все ее знаете, не так ли? Я все время смотрел и видел ее по телевизору, когда была ребенком. Итак, мы хотели бы представить вам бывшую волшебную Лилии, Рири Кирусу, спускайся к нам. То есть они ее представляют, она походу, я не знаю, или первый раз она выходит, или как. Сегодняшнее мероприятие показало несколько не совсем крупных айдолов. Здесь могли взаимодействовать фанаты разных групп. Популярные единицы получали больше поклонников, а так как непопулярные были отсеяны. Но это было естественно в этом мире. Меня не похоронят, и я буду упорствовать как Рири Кирусу. Привет, ну что вы, раскачаны уже? Лилии, ооо! Я вернулась как Рири Кирусу, переведенный студент Флор Хайт. Кстати, заметьте, видите, ее любят так, как и любили. Никто не сказал, что она плохая и тому подобное. И вот я опять же думаю, что это ее просто, ну, мысли в голове, она сама себе придумывает эту фигню. Сделай наши сердца до чистоты скрипучими, волшебная Лилии! Поклонники Рири уверены, что они страстные. Волшебная Лилии действительно в своей собственной лиге. Я знаю, что больше я не принцесса, а чисто Ландии. Эта принцесса выросла из этого показать свои взрослые чары. Сиськи, да? Ой, что? Лилии! 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 Ну, то есть, видите, ее все любят. Она сама себе придумывает эту всю фигню. Тогда я думала, не было ли Сусухара где-то в этой толпе. Я дала ему ВИП-билет, поэтому его должны были пропустить без очереди. Как вы думаете, вы видите, как взволнованы эти люди? С другой стороны, он был жестким покупателем. Я сомневаюсь, что он поддастся такому чужому энтузиазму. Это было странным. Я бы... Я была на... Сейчас. На сцене так много раз, что перестал нервничать давно. Но мое сердце стучало так сильно из одного мальчика посреди этого моря бесчисленных количеств голов. Я все еще не знал, а увижу ли я его. Он казался мне добрым, но при этом беспомощно указывал на правду. Возможно, я никогда не встречу никого подобного ему. Я не знаю, как тут дальше будет сюжет реально идти, если и та любит его, и та любит. Что вообще? Поубивают нахер друг друга. Но поэтому... Поэтому ли он заставил мое сердце трепетать? Я думал, что я садист. Но может быть я мазохистка сразу? Я открыла в себе новую сторону? Мы в Flower Heights School. С наилучшим пожеланием нашему новому однокласснику. После этого мы все будем у нашего стэнда, в котором вы сможете купить наш новый сингл. Каждый, кто покупает, сможет пожать руку нашему участнику по выбору. Мы будем ждать там, обязательно загляните. Уау! Лили! Магическая Лили! Лили! Магическая Лили! Короче, они умно придумали, да? Типа продавать синглы, чтобы пожать руку. Типа продажи будут еще больше. После этого на сцену вышли еще несколько отрядов соперников. Flower Heights покинула сцену после того, как анонсировала свой дебют и нашу новую песню в память об этом. Мы сделали небольшой перерыв перед тем, как отправиться к нашему станду. Помощь в продаже нашего сингла и рукопожатия клиентов были очень важными для работы. Покупатель мог пожать руку одному из участников закупленный компакт-диск. Агентство, конечно, подсчитывало точное количество, которое каждый продаст, что повлияет на то, кто займет центральную позицию. Типа будет в центре танцевать, петь, да? Что ж, я уже имела представление об иерархии. Я не была так наивна. Я знал, что это будет нелегкая борьба. Мне пришлось много работать, чтобы улыбаться и помнить лица всех, кто пожмет мне руку. Все было бы, конечно... Если бы они начали думать, что я... А, все было бы кончено, если бы они начали думать, что я высокомерная или грубая. Мне приходилось относиться к ним, как к королям, чтобы я могла привлечь внимание других участников, фаната одним за другим. Спасибо за покупку нашего сингла. Кому бы вы хотели пожать руку? Чи, пожалуйста. Ее так долго тебя поддерживал, Лили. Ай, пожалуйста. Лили, Лили, пожалуйста, пожмите мне руку. Лили, вы действительно популярны. У вас еще одна просьба. Конечно. Спасибо, что купил наш сингл. Лили, пожалуйста, используй свою спаркл маг... Спаркл магию, это это... Сияющую магию. Хе-хе, с моей сияющей магией, я сделаю тебя чистым. Я люблю тебя так сильно, старший братец. Я сделаю твое сердце счастливым, счастливым, счастливым. Короче, этот, как его... Типа... Типа, короче, у нее один и тот же... Прикол, она постоянно говорит старший братик. Чтобы, знаете... Типа, они от этого прям фапают, кончают, падают и, короче, тому подобное. Уа, Лили, Лили, магическая Лили. Опа, еще один пришел, поехавший. Лили, Лили, Лили. Я пришел, чтобы выразить мою поддержку тебе. Ого, ты тоже тут? Я так счастлива, сэмпай. Я не могу сказать этого в школе, но я могу сказать только... Пожалуйста, примени на мне свою магию. Ой, что же с тобой буду делать, Нацию? Нацию, а? Давай вместе с моей сияющей магией, я сделаю своего старшего безумного братика. Сердце, Нацию, безупречно с чистым. Пиздец. Замечательно. Это было правилом Флауэр Хайт, выкладываться изо всех сил, пока не рухнешь. Вот почему я должна была дать фанатам то, чего они хотели, даже если это убьет меня. Я наделал свою лучшую улыбку, чтобы показать свое новое я всем тем, кто поддерживал меня, так как я была волшебной Лили. И выделяться среди фанатов, купивших достаточно копий, чтобы пожать каждому руку, и заставить тех, кто выбрал себе нового члена из любопытства, влюбиться в меня по-настоящему. Спасибо большое, я буду стараться изо всех сил, поэтому, пожалуйста, поддерживайте нас. Лили-чан, я купил пять из CD-дисков, пожалуйста, пожмите мне руку пять раз. Воу, ты такая популярная, в этом вся магия волшебной Лили. Моя популярность сегодня была похожа на церемонию приветствия нового члена команды. Некоторые из фанатов были рады встретиться со мной хотя бы раз в их жизни. Но это было нехорошо, в идеале вы хотите, чтобы они продолжали возвращаться, и вы делаете из них фанатных фанатов. В смысле, фанаты других участников были страстными фанатиками, которые продолжали возвращаться за новыми. Вот, магическая Лили пришла отпраздновать ее долгожданное возвращение. Их не обязательно превращали в фанатов при Риккирусу. Я снова подумала, был ли там Сусухара. Я чувствовала, что он был там, чтобы мотивировать себя. Айдол трудится ради всех, это правило высечено в камне. Но часть меня задавалась вопросом, нормально ли работать только ради Сусухары, по крайней мере, пока он не признал новую меня. О нет, я не могу думать о подобных рода вещах на работе. Я надеюсь, что скоро появится Сусухара. Я думаю, наверное, в очереди. В конце концов, между нами была связь задолго до нашей встречи. Именно тогда я и почувствовала, что уловила его сигнал. А вот и Сусухара. Он выделялся в толпе, как большой палец в жопе, но не привык к такого рода событиям. Ух, наши глаза только что встретились. Да-да, они... Сейчас вот. Да-да, они это сделали. Он пришел. В таком случае тебе, наверное, стоит держаться от меня подальше. Потому что очевидно, что я тоже испорчен. Но почему он сказал это мне? Нет, не время. Я должна была сосредоточиться на работе, которая была передо мной. Да. Спасибо, что купили наш сингл. Кому бы вы хотели пожать руку? Лили, пожалуйста. Конечно. Опача. Конечно. Спасибо, что выбрали меня, мистер. Маленькая девочка выбежала попереть батька в пекло. Это была я, Лили. Чистящая принцесса магической Лили. Мне кажется, это просто ее опять сомнения вылазят, скорее всего. Лили, я столько лет тебя поддерживал. Ой, спасибо, ты лучший братик на свете. В интернете есть люди, которые говорят, что вы впали в нем милость. Но я же скоро волшебный Лили будет жить в моем сердце вечно. Наверное, это пацан выбежал, скорее всего, и начал гнать об этом. И, наверное, она... Поэтому и... Ну, перед нами видим и Лили. Вот, прощаем, моя волшебная Лили, да? Сейчас. Кем вообще считаю? У тебя фанаты магической Лили. Лили совершенно не к месту. Чи тогда... Чи тоже выглядела очень рассерженной. Что она вообще делает во Флавер Хайт? Ее танец совершенно был бессинхронный. Кто, черт возьми, эта туша? Она, да... Они должны были ее уже выгнать. В интернете есть тролли, но я всегда буду поддерживать волшебную Лили. Неважно того, насколько ты изменишься, я всегда буду тебя любить. Люди говорят, что ваше время уже прошло, но не позволяйте им задеть вас. Я не волнуюсь. В конце концов, я принцесса Чистюля. Раз, два, три. С моей сияющей магией. Сейчас... Так, я сделаю все ваши сердца Чистыми. Да, Лили-Лили. Короче, другими словами, скорее всего, это из-за того, что у нее покупали просто-напросто, как бы сказать, диски. И она думает, наверное, что у нее покупали диски только из-за того, что она... Магической Лили просто была. Вот и все. А так, типа, она никто. И из-за этого у нее никто не купил бы их, да? Все, больше и больше людей просили волшебную Лили. Но никто не просил Лили к Хирусу. Боже, быть популярной непросто. Эй. Эй, это мое место. Уйди с дороги, старая корга. Ты. Я волшебная Лили, принцесса Чистоты. Я сделаю твое сердце Чистым до блеска. Ха-ха. А ты туша, которая была мной. Туша, какого ты? Посмотрите на мое тело. Я маленькая сестра, которую все хотят заполучить. Я милая, как кнопочка с легким озорством в моем сердце. Я знаю, что я такая счастье. Я выгляжу так, как будто бы могу сломаться. Если ты только обнимешь меня, но это к чертовски хорошо, что ты не можешь не хотеть меня. Я знал эти слова. Я уже давно сказала их в своей голове. Ну, посмотри на себя. Что ты можешь сказать о собственном теле? Я как будто бы монстр. Магическая Лилия принцесса навсегда. Просто потеряюсь уже наконец-то ведьма. С моей сверкающей магией я сделаю этого ужасного монстра кристально чистым. Опа. Опять ее, видите, затмевает это, скорее всего. Лилия, ты в порядке? Ты слишком долго стоишь на месте. А? Ой. Ты заработалась до мозга костей? Почему тебе не взять перерыв? Спасибо вам. Кому бы вы хотели пожать руку? Опа. А вот и Судзум. Судзуму не вовремя, да? Рилия Курусу. И все. Пошла любовь по трубам. Ох, это был первый раз сегодня, что кто-то назвал меня Рилия Курусу. Судзухара. Я наблюдал за тобой. Это был отличный танец. Судзухара. Сегодня ты показала мне новую Рилию Курусу. Полностью отличавшуюся от Лилии. Мои глаза были затуманены слезами, что я ничего не видела. Я знал, что у Судзухаре есть что-то особенное. Мне было все равно, что другие меня не понимали. Пока он делал это, все остальное не имело значения. И я пожала ему руку. Рука Судзухара была такой холодной. Но когда я держала ее, я почувствовала, как что-то застывшее в сердце начало таять. А вот теперь очень важный момент, друзья. Эй, разве ты не Судзухара? Ты тоже тут? Смотрите, сейчас очень странный момент. Сейчас мы пройдем его, и я спрошу у вас один вопрос. Привет, Натсу. Я не думал, что увижу тебя тоже здесь. Наверное, это прошлое, как вы думаете, пока мы не нашли Рилию, да? На кого ты пришел посмотреть? Это Рилия, не так ли? Не могу понять, что ты так быстро пришел к волшебной Лилии. Ты действительно замечательный человек, за которого тебя принимал. Рилия действительно много работала, не так ли? Ее танцы были не из-за этого мира. Это волшебная Лилия для вас. Кстати, а где купить можно ее сингл? И музыка, даже музыка нам кое-что намекает. Что ты еще не купил? Как неблагородно с твоей стороны. Да еб. Я хочу поздороваться с Рилией, но я совершенно потерялся. И вот смотрите, у меня сейчас дикое, вот дикое чувство, что это, блин, это то же самое, что и... Короче, это не прошлое. Это второй Сусухара, или я не знаю, что за херня. Я не знаю, может у Рилии Кирусу плохое зрение, или я не знаю, просто... Кто-то притворяется вторым Сусухарой, или что? Просто смотрите, какого хера, типа, он тут, смотрите. И он спрашивает про сингл. Ну ладно, хорошо, вы, наверное, такие... Да нет, это, наверное, прошлое, да? Смотрите дальше. Так, я хочу купить, вот, поздороваться с Рилией, но я совершенно потерялся. Должно быть, хорошо потерялся в таком месте, как это. Я покажу тебе дорогу, пойдем со мной. А? Погоди, это же этот путь. Видишь, тут так легко потеряться. И все. То есть, другими словами, они, по идее, как не нашли. Или нашли. Может быть, они позже нашли. Но тогда бы он пришел бы с Натсуей, вот этой, да, с Атсу-то этим, к ней. Но он пришел один. Такое ощущение, что их двое. Это очень странно. Это пиздец, как странно. Как они нашли? Ну, может, он сам нашел ее потом? Ну, не знаю. Подней ночью мой телефон засветился. Я не знала этого номера, но у меня были подозрения. Я, ну, подозревала, что кто это мог быть, да? Муси-муси. Это Сусухара. Извини, что звоню так поздно. Это не проблема. У меня было предчувствие, что это будешь ты. Сейчас самое, друзья, будет интересное. Как я и обещал, самое интересное в конце. На мгновение задумываться, откуда Сусухара получил мой номер. Но я не чувствовал себя несколько обеспокоенный. В конце концов, я тоже хотела узнать его номер. Ты что-то хотел? Хороший вопрос. Какой чудак. Но это звучало так, как будто бы он полностью меня раскусил. Вот. Это у меня было к нему дело. Но я не могла понять, что это было. Нет, даже не так. Может быть, я просто чувствовал, что мне не нужна глупая причина, чтобы просто поговорить с ним. Почему бы тебе не посмотреть в окно? Окно? Подожди, ты имеешь в виду в мое окно? Я встал и открыл обрежащую занавеску. И я видел, как жилой район был накрыт одеялом ночи, как и всегда. Но было знакомое лицо в свете фонаря перед моим домом. Мне стало интересно, не хочешь ли ты пойти со мной на прогулку? Это был первый раз, когда мальчик приглашает меня начну прогулку. Я не знаю, что сказать. Но я подумал, тебе это понравится. Ты прав, я соглашусь. Когда я оглядываюсь на это событие, я понимаю, что мне следовало бы поставить его под сомнение еще больше. Я никогда не говорил о своем номере телефона никому. Тем более номер своего мобильного номера. Мобильного номера, да? Ну, короче, мобильника. Не нужно было слишком много думать, чтобы понять, что он не мог знать его. Но в то время он был всем, о чем я могла думать. Сусухара полностью меня понял, поэтому не нашел ничего странного, что узнал мой номер. Вы же знаете, когда говорят о слепоте к чему-то. Ну, типа, ты смотришь и видишь картину, видишь фигу, да? Смотришь, как там, я посвятила себя тому, что было похоже на Сусухару. То есть она уже сомневается сама, что Сусухара есть тем Сусухарой. Не находя в этом ничего странного. Но не пойми меня неправильно, Сусухара. Не то, чтобы я доверяла твоему двойнику. Я доверяла этому, потому что я думала, что это ты. Нифига, да? Что за херня? Это что? Кто это вообще? Мы? Нет, скорее, это было я, кто так много говорил. Я чувствовал, что я могу сказать ему все, что угодно. Мы провели так несколько ночей. Он знал, что чем больше я дышала, тем лучше себя чувствовала. Но все, о чем я рассказывала, было моими собственными слабостями. Чем больше я признавала, тем больше я становилась к нему привязана как к наркотику. В конце концов, я попал в зависимость от того, что напоминало Сусухару каждой фиброй моего существа. До него я была не более чем маленькой девочкой, обнажающей свои слабости и выпускающей на волю свои беды. Я рассказала ему все мои... Я рассказала ему все... А, я рассказала ему все, и поверила ему, не задавая никаких вопросов. Но я не возражала, чтобы он думал, что я слабая. Я думаю, что ты все еще пытаешься принять решение, если ты спросишь меня. Насчет чего? Стоило ли начинать заново как Ривия к Кирусу? Или... Или продолжить существовать как волшебная Ливия? Если бы это она сама себе придумывала, то какого хера Сусухара тут бы появлялся? Получается, или это какой-то уже бред какой-то у нее в голове. Либо она сама себе его выдумала, либо есть второй я без понятия. Было бы не так больно, если бы я могла это решить так легко. Правда. Я ни в коем случае не ненавидел... Не ненавидел волшебную Ливию. Ливию. Она довела меня до пика моей популярности и проявления первой и последней удачи в моей жизни. Я не хотел отпускать ее, если бы мне не пришлось. Чего я действительно хотела, так это остаться навсегда волшебной Ливии. Но мое тело становилось все уродливее и уродливее. Моя грудь и бедра снылись от толщи и гроты с ней день от дня. Я тоже не хотела этого. Я могла бы остаться Ливией навсегда, если бы не это ужасное тело. Но это правда. Я горжусь того, Рилья. Это был первый раз, когда он так нежно произнес мое имя. Было так хорошо, как будто бы мы стали ближе, чем были когда-либо раньше. Я почувствовала, как по моим щекам текут слезы. Я не могу снова стать волшебной Ливией. Все мои старые фанаты сейчас говорят обо мне такие ужасные вещи. Вот почему я должна переродиться как Ливия Кирусу. Если бы был способ вернуться назад, ты бы воспользовалась этим? Что? Тогда это не походило на то, что он нес ерунду. Я знал, что если бы это было возможно, я бы хотел это больше, чем что-либо. Это правильно. Он, должно быть, ждал, что я скажу это. Что это такое? Ты поверишь мне? Я сомневаюсь. Это слишком абсурдно. Что это? Пожалуйста, скажи мне. Опача. Он вынул кое-что из кармана и показал мне. Это была маленькая черная бутылочка. Нет, это... Мне так показалось, что она черная. При ближайшем рассмотрении я понял, что это было ее содержимое. Она раскачала зад-перед, когда Сусухара встряхнул бутылку. Мелкие зерна, как песок в песочных часах. Что это? Это тонкий порошок, сделанный из чрезвычайно редких лекарственных растений, прошедших несколько поколений племен в северных пределах Индии. Мне кажется, что тебе не стоит его брать. Как бы, если подумать разумно и логично, это может быть как нефиг делать ядом, да? Эти племена используют лекарства, чтобы сохранить жизнь своим пожилым мудрецам дольше. Это и все. Это продлевать жизнь? Похоже, слухи о лекарстве, даровавшем вечную молодость и жизнь, добрались до древнего Китая. Но он не может дать вечной жизни. Всем людям суждено когда-либо умереть. Однако про молодость это правда. Ты имеешь в виду, ты не постареешь? Он может стимулировать клетки тела, чтобы сдерживать процесс старения. А теперь подумайте, вот просто подумайте, кто бы... Какое вообще, мать его, лекарство? Какое... Что за бред вообще, да? Это единственный эффект, который он показывает на пожилых людях. Но если кто-то молодой примет его, это остановит процесс старения. То есть, это яд, реально яд какой-то. И ее хотят убить, я думаю. Не может быть. Это было первое, что пришло в голову, но я этого не сказала. Потому что если бы я это сделал, эта маза последняя надежда исчезла бы навсегда. Это правда, у меня есть доказательства. Кто-нибудь пробовал его? Да. Этим кем-то был я. А? Скажи мне, сколько лет, по-твоему, мне лет? Я поняла, что он умеет в виду, но это значит... Как ты... Старшеклассник? Или... Это не так, да? Сейчас. По правде говоря, я намного старше. Что? Этого не могло быть. У Сусухара детское лицо. Бэби Фейс. Он определенно мог бы сойти за ученика средней школы. На самом деле, если бы мы не встречались в школе, я почти уверена, что приняла бы его за одного из них. Сусухара прошептал мне свой настоящий возраст. Но это был возраст больше возраста моего отца. Я просто не могла бы это поверить. Видишь ли, я родился слишком рано. Моим родителям сказали, что я не продержусь полгода. К счастью, я должен был до своего первого дня рождения, но мне пришлось остаться в больнице на системе жизнеобеспечения на все время. Естественно, я не мог ходить в детский сад, и тем более в обычную школу. Мне все время говорили, что я не доживу до конца года, но я выживал каждый раз. Обычно это просто бы сочли за чепуху. Но хоть это звучало невероятно, я поняла, что принимаю эти... Ну, я принимаю его сказки. Я рассказала ему все о себе, поэтому я хотела принять все, что и он мне рассказывал о себе, как бы странно это ни звучало. К счастью, стал здоровее, когда приблизился к взрослой жизни. К 20 годам у меня было нормальное тело, которое было лишь немного слабее, чем в среднем. Но я никогда не уходил в детский сад или начальную школу. Не ходил. Мне было так грустно из-за того, что я не смог жить, как мои сверстники. Он красиво стелит, мне кажется. Я выжил, чтобы стать взрослым, ценой потери детства. Именно тогда я наткнулся на это лекарство. Тогда это означает, ты взял это его и снова стал молодым? Да. Благодаря этому я смог посещать начальную школу, после среднюю, и теперь вот я в старшей школе. Это невероятно. Я просто хотел нормальной жизни. Мое тело могло украсть это у меня, но это лекарство дало мне второй шанс. Так что мне это больше не нужно. Тогда ты... Да, я отдаю тебе это, если ты этого хочешь. Прям бесплатно отдал, спокойно. Он отдал мне бутылочку. Ты можешь в это поверить. Я держала в руках лекарство, которое было слишком фантастичным даже для сказки. Но если это и был сон, я не хотела просыпаться. Потому что с этим я могла бы вернуть свое очаровательное тело, той, которую все знали и любили. Но это, конечно, была полная ложь. Насколько я сумасшедший, чтобы верить в это? Лекарство, которое повернуло бы биологические часы вспять. Что-то типа такого уже бы попало в международные новости, если бы это было правдой. Но она поверила почему-то там, но рассуждает откуда-то, непонятно откуда, что это было в ложь. Вот это я не совсем понимаю, но она говорит, типа грустно, что у тебя детское лицо. Не знаю, тут не совсем понял. Ха-ха, извини. Но я никогда не могла бы подумать, что он может лгать. Потому что я доверяла тебе. Вот почему я без вопросов приняла это сомнительное лекарство. Это очень странная, реально, хрень, которая сейчас будет происходить. Я решил воспользоваться им, как он и сказал мне. Я умывалась в ванной, затем насыпала порошок в ладони. Гладкие черные крупинки быстро растворились в моей теплой руке. Когда я ткнула в нее пальцами, я увидела, что чистая жидкость, эта чистая жидкость, и вне зависимости от того, сколько я ее помешивала, она оставалась чернильно-черной. И вот я накрыла ее рукой. Мои ладони стали черными, как смоль, не похожими на цвет чернил. Типа еще чернее, наверное. Решившись, я намазала ими живот. Типа надо обмазываться ими, короче. Тьма не распространялась столько, сколько я бы ее не размазывала. Ну, типа, не оставалась, ну, как бы сказать, не теряла цвет. Как и сказал Сузухара, даже маленького количества хватит, чтобы покрыть мое все тело. В конце концов, я пострела в зеркало и обнаружила, что выгляжу, как угольно-черный манекен. Только мои глаза все еще сияли, делая меня похожими на монстра, который выглядывал из темноты. Но я не могла позволить себе беспокоиться. Я и так достаточно была монстром. Так что нет ничего такого, что могло бы, ну, типа, случиться с моим телом еще более серьезное. Но сначала я была только угольно-черной. Как он и сказал мне, что цвет начнет тускнеть, когда оно начнет всасываться в мое тело. Черный цвет исчезал с каждым мгновением, а через несколько минут исчез, будто бы его никогда и не было. Я провела пальцем по моей коже, только чтобы почувствовать, как что-то подергивается под ней. Мне совсем не показалось это странным. Я решила, что это лимфообращение, которое, должно быть, улучшало мой метаболизм. Угу. Он прав, я меняюсь. На следующее утро я сразу почувствовал перемену. Она была, конечно, небольшой, но я могла сказать о ней, так как я смотрел в зеркало каждый день. Я становлюсь моложе? Хм. Или она становится моложе, или это самовнушение. Это невероятно, я не ждал, что ты действительно почувствуешь изменения за пару дней. В отличие от тебя, я школьница. Тогда это, вероятно, оказывает на тебя больший эффект, поскольку твои клетки моложе. Я буду становиться моложе, если я буду пользоваться им каждый день. Но он у меня уже закончился. Не волнуйся, у меня есть еще. Как только твоя кожа привыкнет к этому изнутри, она тоже должна привыкнуть. Но я думаю, на этот раз будет немножечко тяжелее. Что значит внутри? Это несложно, я покажу тебе. По идее, если бы он дал ей яд, она бы уже умерла бы, да? И тогда странно, что же он хочет. Однако, чем моложе вы, тем больше будут побочные эффекты. Я могу вынести столько, сколько, более, сколько нужно. Вы восстанавливаете основу своего тела, поэтому могут быть симптомы, похожие на простуду. Коронавирус. Когда я это делал, у меня кружилась голова, как от лихорадки. Это ничего. Тогда я расскажу, как им пользоваться. Я была полной идиоткой. Я действительно приняла этот таинственный порошок, как мне и сказали. И я приняла это на... и на этот раз тоже. Но действительно, я чувствовала, что становлюсь моложе. Я верила, что смогу вернуться к тем дням, когда я была волшебной лилией. Лили. И я могла бы показать вам, насколько я особенна. Как и сказал мне Сусухара, я насыпала порошок в трубочку с свернутой бумаги и поднесла ко рту. А углядываясь назад, я вспоминаю, как эта тварь улыбалась, когда видела, как я это делаю. Посмотрите на его глаза. Как будто бы он знал, что втянул меня в что-то, из чего я никогда не смогу вернуться. Просто вдохни это. Будь осторожна, чтобы не подавиться. Я ничего не чувствовала. Голова наносила... Ой, когда она наносила его на кожу, но на этот раз... Сразу закружилась голова. Я проигнорировала это и продолжила вдыхать. И вскоре почувствовала, как жар накапливается во мне, как будто бы моя грудь горит. А я была как в тумане. Как если бы я слишком много провела времени в ванне. Даже то сакэ, что я пила на Новый год, не заставило меня так себя чувствовать. Сусухара был прав, что вызовет сильный удар. Вызовь все эти чувства, которые появились при простом вдохе. К тому времени, как я закончил принимать дозу, мое тело горело, как будто бы хотелось сбросить одежду. Может он реально наркоту ей какую-то дал? Подсадил ее на наркотик? Он сказал мне, что... Это знак, что мои клетки начали работать, чтобы сделать меня моложе. Даже после того, как я легла спать и закрыла глаза, огонь в груди не исчезал. Напротив, я чувствовала боль, отличающуюся от ударов моего сердца, вместе с чем-то бегающим по моему телу. Как будто бы стая червей ползала по лимфатическим сосудам и кровеносным. Обычно мне было бы противно от этого, но я видел в этом знак того, что мое тело пыталось помолодеть. На следующее утро я не могла встать с постели. У меня была температура, тело опухло, суставы болели. Моя мама сказала, что это, наверное, простуда, и отругала меня за то, что я гуляла ночью. Но я не могла позволить себе прекратить ночные встречи с Сусухарой. Мы говорили о точной дозировке, поэтому я не могла принять его без инструкции. Я должна была продолжать, пока не верну тело волшебной Лилии. Я оставалась в постели до конца дня. Я выскользнула, когда ночью стала чувствовать себя лучше. И Сусухара дал мне лекарства. Так продолжалось несколько дней. Родители велели мне ехать в больницу, но я не хотела, чтобы врач приказывал мне остановиться, поэтому я тайком сбежала. Мое лицо в зеркале выглядело изможденным. Однако я была убеждена, что это было частью процесса разрушения моего чудовищного тела изнутри. Какой-то жесть какая-то происходит, я не знаю даже, как это описать реально. А потом прошла неделя с тех пор, как я начала принимать лекарства. К этому моменту я начала получать уголокружение, дополнение к высокой температуре. Было даже трудно встать с кровати. Может он ей дал что-то то, что ее будет медленно убивать. Я подумал, что родители вызовут скорую, если я бы подняла шум. Потом пришлось мириться с этим, как бы тяжело ни было. Когда прошло время встречи с Сусухарой, я заставила себя встать, несмотря на всю эту боль. У меня была такая сильная температура, что я едва могла двигаться. Но мой телефон пищал, чтобы сообщить мне, что пора встретиться с Сусухарой. И поэтому я поспешила вперед. Я начала видеть мир расплывчатым, искаженным. Время от времени казалось, что он пульсирует. Я даже не могла сказать, иду я на своих двоих, или блуждаю во сне. Даже перила лестницы, к которым я так привыкла, покоробились у меня на глазах. И мне пришлось приложить немало усилий, чтобы спуститься вниз, не упав. Знаете, что я еще думаю? У меня какая есть теория? У меня есть теория, что врачиха, которая с нами лазит, и которая нас в ЛССС забирает, может быть, она дает всем какой-то препарат. И из-за этого все наши персонажи видят глюки какие-то, странные очень. Они не могут понять, реальность это или нет. Потому что, если взять, у Рюкши всегда плохие взрослые. У него всегда дети классные, а взрослые, ну, мудрые еще те. Вот. К счастью, родители этого не заметили. Мне удалось выбраться наружу. Просто не знаю, может быть такое тоже. Потому что, заметьте, нам дают какой-то препарат. Этот препарат мог дать ей тоже кто-то, ну, как Сусухара, да. А она еще и, ну, врачиха, как бы, да. Только для чего непонятно. Счастью, странный подбор слов, не так ли? Мне бы повезло больше, если бы я просто рухнула там. Может быть, вот в этом все дело, да? Сусухара. Прости, я... Ну, я не думаю, что Сусухара бы пошел бы и отдал бы ей лекарства, серьезно. Это действительно жестко. Должно быть, потому что ты молода. Ну, да. Ага. Что случилось? Ты выглядишь странно. Это лихорадка? Я знал, я знал, что это был Сусухара, но он выглядел иначе. Вот. Я подумал, что лихорадка нарушила мое зрение, но хотя его голос был таким же, его тело не было... не было его телом, да? Сейчас. Да, вот. Это было похоже на черную большую тень. Охрененно. У него были длинные черные волосы, падающие на землю, и рога, которые выглядели как увядающие ветви, растущие из его головы. Те же самые рога и та же самая девочка, которая была, как это сказать, ну, Тоя наша, да? Ну, я не знаю, неужели, ну, что Тоя давала какое-то лекарство? Тусклый свет уличных фонарей освещал мало, поэтому я даже не могла увидеть выражение его лица, но его голос все еще принадлежал Сусухаре, поэтому я все еще верила, что это он. Сегодня доза будет последней. После этого просто отдохни и позволю времени сделать это самому и подожди, пока твое тело изменится. Голос Сусухар время от времени звучал странно. Должно быть что-то с моими ушами. Я была в оцепенении и была на грани краха, но это был последний раз, когда я терпела, полагая, что могу спать столько, сколько захочу после этого. По настоянию Сусухара мы сидели у клумбы в парке. Когда мы это сделали, он раскрыл правую руку и наклонил ладонь вниз. Казалось, у нее что-то упало, и оно было черным и легким, как рощечное перышко, но оно не отражало ни света, даже при уличных фонарях. А потом пошел дождь, похоже на черный снег и сажу или сажу. Сусухара поймал его левой ладонью, образовав небольшую горку. Затем он размял его и придал форму тонкой трубки. Это было последнее лекарство. Но для меня это был конец пути, у меня кружилась голова, я даже не могла доверять тому, что вижу. Сусухара должно быть понял это, потому что он взял меня за руку и помог мне. Давай, сделай все возможное. Да, Сусухара. Это последнее лекарство. Как только ты вдохнешь, эта проклятая сажа распространится по всему твоему телу. Это вернет меня волшебной лили? Пострите на глаза. Да, теперь вдыхай. Я сделаю, как мне сказали. Я вдохнул его глубоко в легкие. И когда я это сделала, мою голову наполнила вспышкой чистого света. Я все еще была шевеломлена, но чувство усталости и удушья, что преследовали меня, прояснились сразу же. И я достигла пика. Моя неделя покаяния должно быть наконец-то принесла плоды. И в этот момент я увидела, как кто-то медленно вышел из света. Это типа она? Это была маленькая девочка. Это была я в старые добрые времена, когда я была миниатюрной, очаровательной. На ее глаза навернулись слезы благодарности, и она благородно улыбнулась мне. Благодарна. Спасибо, что ты так усердно трудилась, чтобы вернуть меня назад, старая корга. Старая корга, ты зашла слишком далеко. Теперь мы наконец-то можем вернуть волшебную Лили обратно. Мы с тобой станем одним целым. И с этим мы можем вернуть то время, когда мы очень ярко сияли. Сусухара признает тогда меня? Когда? Конечно же. Сейчас. Любой парень, который... Так. Блин, я не знаю, ну типа ни один парень не сможет устоять перед моей улыбкой. Это будет улыбка только для него. Я больше не буду ничей Лилии, я буду Лилии с Сусухарой. И больше ничей. И тогда я смогу завоевать его сердцем. Я в этом уверена. Да, можем. Потому что это тело лучше, что у меня было. Лилии медленно обняла меня. В ответ я обняла ее. Я почувствовал, как жар в моей груди сливается с ее жаром. Ммм. Ты как нарыв на моем теле, как прыщ. И как только я уберу его до конца, я наконец-то смогу вернуться к своему истинному я. Как только мы избавимся от моего тела, раз и навсегда я вернусь к тому, что как то, что было. Ты приняла все лекарства, так что все, что тебе осталось, это поспать и подождать. Тогда я перерожусь, и Зузухара будет моим. Да, это тело скоро исчезнет. Да, потом я пойду к нему, когда верну... Когда вернулись в очарователь... Когда вернулись в очаровательную себя. Опа. Внезапно я услышала висшин, когда машина быстро уехала. Опа. Машина. Этот звук вернул меня в чувство, немного убрав туман в моей голове. Что-то произошло. А? Ничего, мой разум стал немного яснее. Это значит, что ты прошла через трудную часть. Действие лекарства распространяется по всему твоему телу. Теперь все будет в порядке. Тебе нужно просто подождать. Все, что мне нужно сделать, это подождать. Да, вот увидишь. С этими последними словами нечто похожее на Зузухару исчезло в темноте. И я внезапно забеспокоилась. Как ни странно, лекарство оказалось реальным. Раз оно заставило мое тело страдать. Теперь, когда все прояснилось, я подумала, не перестали ли его эффекты работать. Но Зузухара сказал, что это распространится по моему телу. Эффект, который был, убрал этот уродливый нарыв с тела Лилии. Скоро настанет. И до того, как и закончилась неделя, я увидела, что же произошло. Через несколько дней, после того, как я поправилась, вернулась в школу. И на этом, друзья, длинная, длиннющая серия на самом интересном будет просто заканчиваться. Но, я скажу так, смотрите на время, кстати, сейчас увидите. А, не увидите. Смотрите, 4 часа утра, капец. И, ну, время, дата записал. Ну, сегодня. Прямо сегодня серия, это будет на канале. Вот 14 числа, она будет на канале. Друзья, я теперь постараюсь бабахать побыстрее. У нас там о море прошел и там подобное. Я надеюсь, вам понравилась серия. Я надеюсь, были люди, которые досмотрели это полностью, 2 часа, целых практически часа. И я не мог взять на час, потому что тут нереально все было интересно. И оно должно быть целиком, цельным всем моментом, потому что обычно 2 часа это рут какой-то бабы. То есть, мы сделали его. И сейчас пойдет сюжет какой-то очень важный. И вот этот важный сюжет не переживайте, скоро будет. Я, может быть, сделаю стримом, может быть, сделаю серии, может быть, по часу буду выпускать, потому что у меня уже на час уже очень давно была серия, но я хотел ее продлить. Я хотел ее сделать еще больше. Но если бы я разделил, то намного быстрее бы вы их увидели. Не знаю, может, эту серию вообще посмотрит там понтый человек, но все равно я это сделал для себя и для вас, для тех, кому понравится. Я надеюсь, зайдет. Если вы захотите отблагодарить, то ссылка в описании на донат или поставить просто лайк, написать комментарий, как бы даже 50 рублей, если вы скинете, это уже будет хорошо, потому что это, как бы, можно так сказать, место монетизации, которую у меня нет. Так что всем хорошего настроения, увидимся дальше. Нереально будет, что, ну, нереально интересно, что будет происходить дальше. Очень прям интересно. Так что ждите, скоро все будет. С вами был Блудлинец, удачки, пока-пока. Подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok